Продолжение следует... И у него мама тут стоит. Я думаю, у вас есть вопросы по проекту генплана? Да. Пожалуйста, не будет никто возражать, если мы сейчас им дадим возможность первым выступить, и чтобы они как-то дальше определились, потому что время позднее, он отец кивает мне головой, они готовы как бы будут задать свои вопросы и отойти. Нет возражений? Нет. Спасибо. Пожалуйста, вам предоставляется слово, подадите к микрофону и представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Егорова Оксана. Я, значит, член совета дома номер 9 по улице 50 лет ЛКСМ. Я бы хотела сказать по поводу генпланов по нашей улице. На последнем собрании одной из тем было строительство дороги, или как оно называется, по нашей улице. И большинство жильцов нашего дома высказались против этого строительства, так как по многим причинам. Дом номер 9 находится практически и так, на самой оживленной улице нашего города, проспект Королева, и шум машины в доме не смолкает вообще, ну как бы никогда, но это полбеды. И утром ежедневно по проспекту Королева, с его началом Ярославского шоссе, стоит пробка. Огромная просто. Лично на своем примере я могу сказать, что полчаса я везу ребенка в больницу, до этой больницы вообще, без этой пробки, 5 минут езды. Она и так, то есть, стоит. И выехать из нашего двора, между нашим домом, 9 и 10, это очень тяжело. То есть, просто выехать со двора, не то, чтобы сказать, что еще будет строительство. То есть, если будет построено, то есть, план будет приведен в силу, вступит, то вернется машина, она потянется между 9 и 10 домом, и также между нашей площадкой, прямую, примыкается к детской площадке. И, то есть, это будет очень тяжело. Я переживаю тоже за своего ребенка, за пенсионеров. Они будут вместо того, чтобы отдыхать на зеленой зоне, служить в шум машин, вот клаксоны, и выдыхать аромат, так сказать, выхлопных газов. И я считаю, что, как бы, это строительство затрагивает наши интересы, интересы наших, как бы, жильцов. Нам и так тяжело приходится. Да, все улицы. Вы тоже живите, друзья, мне просто всем. Мы вас поддерживаем. Спасибо большое. Запихаемся от предоморов. То есть, это получается, знаете, какой там карман нашего дома. То есть, он получается, в прямую, а не будет машина идти. Здесь внутренняя часть, здесь внешняя. И нам и так с коляской даже, правда, очень тяжело. И... Что мы очень ценим, что администрация города хочет услышать наше мнение жильцов. Вот. Что такие производят, такие собрания, публичные слушания. И мы еще надеемся, что наше мнение будет не только услышано, но с ним также будут считаться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В порядке исключений сразу вам отвечу, если вы будете выходить. Значит, мы, безусловно, слышим, видим и все это понимаем. Поэтому все мнения будут учтены и замечания, соответственно, мы на комиссии будем рассматривать. Для того, чтобы принимать решения и направлять дальнейшим их для корректировки генерального плана. Поэтому вы услышали. Спасибо. Пожалуйста, Головин Степан. Есть зале. Салтысяк Алексей. Николай Модин. Уразова Валентина. Шацкова Анна. Соколов, Евгений. Пожалуйста. Представляйтесь. Здравствуйте. Головин Степан. Житель города Королев. Проживаю Аркемский бульвар, дом 3. Значит, я, в принципе, сейчас за первого или за второго скажу, за Алексея Пусяк. Вопрос такой, что я недавно только узнал об этих слушаниях и не до конца успел разобраться, в принципе, во всем вопросе генерального плана. Но понимаю, что это очень серьезный вопрос. И здесь очень много подводных камней и ситуаций, которые касаются более, наверное, детальной и плотной проработки с каждым жителем. И, наверное, вот такие слушания и, может быть, даже в каких-то больших масштабах и более подробных проработок требуют этот геймплан. Поэтому я сейчас высказать за какой-то конкретный проект, что против или за не могу, но высказывать за то, что, наверное, пока голосовать за я не буду. В это время геймплан требует еще миллион для работы. Все. Спасибо. Прошу. Представляйтесь. Здравствуйте. Меня зовут Уразова Антима Михайловна. Я проживаю на проспекте космонавтов. Но сейчас я хочу говорить о богородном товариществе общества Самаровка. Я, с одной стороны, услышала здесь уже информацию, такую позитивную, как я понимаю, но в то же время я хотела бы все-таки воспользоваться и высказаться, что мне бы очень хотелось, чтобы поддержали наше, чтобы товарищеское общество Самаровка осталось. Эта земля нам нужна, очень нужна, особенно пенсионерам, тех, кого маленькие дети. Спасибо. Вы за или против всех планов? В общем, я за. Вы за. Существующий, но он приходит о работе. Я все нюансы не знаю, не могу сказать. Я могу только по своему вопросу. Спасибо. Вы за или против всех планов? Спасибо за мнение. Я за. Вы за. Шацкого Анна, Соколов Евгений, Демина Людмила. Нет никого? Майорова Раиса. Я здесь. Орлова Татьяна. Чугунова Оксана. Шубеков Андрей. Карасев Владимир. По очереди просто подготовьте, чтобы долго не ждать. Да, походите. Ближе. Конечно. Здравствуйте, уважаемые жители. Моя фамилия Демина Людмила Алексеевна. Я председатель ТОС Боркова. Вы, наверное, об этом уже все знаете. На предыдущих слушаниях очень громкие были слушания. И так, по времени было мало. И мне пришлось сегодня прийти еще раз. Значит, первое. Я от имени жителей, думаю, и не только Боркова, но и вообще микроэнболшоу, значит, хочу сказать первое. Прошу исключить из проекта генплана территорию застраиваемой земельных участков в театральный парк. Так как уже слушания прошли, идет стройка, принято постановление. Поэтому вносить их в проект генплана, я считаю, нецелесообразным. Второе, значит, исключить из проекта размещение водозабодного узла, который у нас планируют установить на футбольном поле. Правда, было обещано, что у нас сохранится футбольное поле, детская и спортивная площадка. Но при ознакомлении с проектом генплана уже длительное время и по-настоящему стоит водозаборный узел. Так вот, я хочу сказать, уважаемые члены комиссии, все вы знаете, и вы, Юрий Анатольевич, давали нам слово, когда приезжали к нам на встречу. После встречи с Воробьевым, нашим уважаемым губернатором, приезжали и, что вы говорили, вы дали слово, что футбольное поле останется у нас для жителей. В итоге ответ говорит совершенно другое. Поэтому ставим вас в известность. Мы не просто просим, мы требуем, чтобы нам оставили футбольное поле, сохранили. И чтобы мы не допустим никакой установки водозабодного узла, так этот водозабодный узел предназначается для театрального парка, это для коммерческой застройки, которые пусть они размещают у себя. У них достаточной земли, пусть они размещают на своих местах. Следующее просим, исключить из проекта размещения очистные сооружения на прибрежных зонах реки Клязьма. Все прекрасно знают, что у нас река Клязьма находится в так сплаченном состоянии. И сделать из нее просто-напросто монстра, я думаю, это уже преступление, потому что это место того, чтобы создать, запроектировать пляжи. Ведь я помню, я житель, я родилась в этом городе, я помню, у нас пляжи размещались буквально, я не знаю, мы детьми в любое место бежим, и можно было искупаться. Сейчас не знаешь вообще, никуда не подойдешь. Единственный Шапкин мост и то непонятно какой. Поэтому я думаю, чтобы для жителей, если вы говорите, что благоустройство города, поэтому необходимо нам создать пляжи, которые должны обязательно быть, а не ездить, чтобы у нас, бог знает куда, людям отрывать от, так сказать, от места. Далее хочу поставить вас визнешность, уважаемые. Вы знаете, что у нас получается озеленение, у нас меньше требуемых масштабов, которые нужны для города. И это подтверждает, кстати, проект планировки, указывает на то, что у нас мало озелененных территорий. И если сейчас будет то строительство, которое вы планируете, то есть люди задохнутся, город Королев задохнется от тех, так сказать, машин и всего-всего, что про них у нас будет. Поэтому, более того, в том же втором томе указано, что в связи со строительством, страница 12 указывает, что у нас грядет большевую лодку подтопления, оползни и так далее. Поэтому, если это все будет, уважаемые, будет очень грандиозный коллапс. Поэтому мы говорим о том, что мы против... Уважаемые участники, у нас 90 выступающих. Давайте соблюдать регламент. Здесь определяю регламент. Я две минуты на выступление. Я в праве принимать выступающих. Да вы скоркали все слушания. Пожалуйста, представляйтесь. Майорова Раиса Константиновна, Раиса Алкоскова, 5А. Добрый день, участники публичных слушаний по проекту генерального плана. Я считаю, ознакомилась с генеральным планом по тем материалам кратким, которые представлены на стендах, в газете, которая совершенно не читается. Но даже по этой краткой информации ощущаю, что генплан годится. И вот этот проект в качестве эскиза. Его необходимо дорабатывать. Замечаний очень много. Коснусь только того, что численности населения. У нас, значит, по данным, на первое 2015 года числится 220 тысяч человек примерно. Но если обратиться в правоохранительные органы различных характера и назначений и в различные государственные организации, спросите, пожалуйста, сколько сейчас числится человек? Почему не учитываются те люди, которые не только с постоянной пропиской числятся? Люди, которые с постоянной пропиской, это 220 тысяч. Есть временно проживающие, есть просто собственники, которые не прописаны у нас в городе, но у них также проживают семьи иногда, и они сами, но прописаны совершенно в другом городе. Тут очень разные ситуации. И всего 260 тысяч. Для всех требуются больницы, для всех требуются и участковые уполномоченные, и численность пожарных должна тоже быть на соответствующем уровне. Все это не в соответствии. То есть мы уже по плотности населения, по количеству населения, выполнили показания генплана на 2035 год. Поэтому все здесь нужно пересмотреть. Конечно, хватит строить. И не только мораторий необходимо было наложить как раз 1 января 2015 года, а не сейчас. И вот сейчас мы предлагаем вот такой мораторий установить, пока не разберемся с этим генпланом. Строить или не строить. Что строить? Конечно, для очередников, для тех людей, у которых редкое жилье, для какого-то ограниченного количества сотрудников предприятий. С этим вопросом тоже нужно очень глубоко разбираться и анализировать. Ситуация какая-то очень странная. И еще хочу сказать. Год 1917 год. У нас год экологии. И поэтому очень странно смотреть на границы нашего города, может быть, и других городов, когда туда входит в эти границы Лосиный остров. В Лосином острове, знаете, кто живет? Это в основном лоси, другие животные. Это особо охраняемая территория. Предложение. Исключить из границ города Королева Лосиный остров. Особо охраняемая территория федерального значения. Тогда со всеми проблемами будет разбираться в соответствии с законом руководство этого Лосиного острова. И, наверное, не обидит огородников. Но, по крайней мере, не будет строительства непредвиденного и около Лосиного острова. Еще, значит, я хочу добавить, что экологическая ситуация у нас плохая. Изучайте внимательно том 2 охраны окружающей среды. Хотя он краткий и довольно, значит, такие данные устаревшие на 2013 год. Необходимо, значит, учесть, что экологическая ситуация уже хуже гораздо. Поэтому все нужно учитывать. В частности, вот путепроводы в районе станции Фадрибки, в районе 50 лет ВЛКСМ. Их исключить из генплана. Предлагаю, что, в общем-то, соединение северной и южной части города должно осуществляться. С помощью пешеходного движения необходимо построить современные пешеходные мосты-переходы. И с обеспечением, конечно, инженерного обслуживания. То есть, еще несколько слов. Пожалуйста, регламент Сократарина. Уважаемые участники публичных слушаний, все замечания вы можете подавать письменно, также будут приобщены к материалам публичных слушаний. Если сейчас каждый будет озвучить по 20-30 вопросов, мы будем до утра сидеть. Реклама, пожалуйста, следующий к микрофону. Подходите. Заявление оставляйте, мы его приобщим к материалам. Подходите к следующему, пожалуйста. Следующий получим. Готовится Шубенков, Андрей, Карасев, Владимир, Алексей Арбуз, Светлана Максимовича. Ознакомилась, конечно, с большим трудом, только в пределах своего места проживания. Едва разобрала на этой стендах. Значит, замечания такие. На карте функциональных зон округа, на пересечении проездов с автобусом водоканала и проспекта Королева обозначена многофункциональная общественно-деловая зона. Вообще непонятно, что это такое, если только это панда. Рядом выделены зоны зеленых наслаждений. Наверное, это покойный сквер наш, который мы до сих пор оплакиваем. Я думаю, что это так. Больше ничего другого там нет. Двердуя возле панды нельзя считать скверами, парками, бульварами и садами. Прошу откорректировать карту, так как с 2015 года сквера больше нет. Это вызывает большое сомнение в расчете зон рекреационного назначения. Не нашла на карте существующего детского сада, который функционирует тоже. На карте не обозначен сквер у дома 5. Между домами 6 и 5А. Что может привести к необоснованной застройке. У гаражного кооператива «Сплав», который находится на улице Кванцетев, зеленые наслаждения имеют значение санитарно-защитного свойства. Они относятся к транспортной зоне, а не к зоне парков, скверов, садов и бульваров. Желательно точнее указывать функциональные зоны. На карте планируемого размещения объектов местного значения Детский сад не планируется, а уже принимает детей. И построено уже, функционирует. Также указан сквер, которого нет и никогда уже не будет. Может быть дата составления проекта генплана далека от реального времени, я не знаю. Еще у нас очень большие претензии по сносу сквера, который сглаживал негативное воздействие дорог с проезда Королева, с улицы Солковского. Он защищал нас от негативного воздействия, которое указывается в генплане. 55 метров в сторону от дороги. Но не учитывается также негативное воздействие других машин. У нас масса парковок между домами в нашем районе, две парковки. Парковки местные, которые возле дома, это ничего не учитывается. Это тоже большой негатив. Значит, вырубив сквер, не побрезговали украсть детскую площадку, придомовую территорию дома номер 6. Значит, детская площадка, хозяйственная площадка, карманы, которые были для машин, все у нас забрали, а осталось только земля, на которой стоит дом. Потом четырежды в прямом эфире просили прекратить выезд машин, которые отправляются. Вот первая, кто выступала, девушка, она сказала, что машины выстраиваются дворами. Утром, чтобы не стоять в пробке, они едут дворами. У дома номер 6 они выезжают на санитарную зону водоканала. Я четырежды лично обращалась, трижды к опценту и последний раз к мэру нашему. И до сих пор меры не приняты. И, к сожалению, не могу слайды представить, у меня нет таких вот средств, посмотреть, какое безобразие возле нашего дома. Нашим детям теперь негде погулять. Детский сад они будут смотреть через решетки другие. А нашим детям, мы сейчас бежим быстрее в дом, пройти в подъезд, чтобы и не можем на минуту остановиться, потому что там такое безобразие. Проложили плиты, времянку, потому что были лужи и была вода. Теперь родители в детский сад приводят своих детей, останавливают машины возле нашего подъезда, мы не можем выйти. Они нам преграждают проход через проезжую часть, чтобы нам пройти, когда мы ведем детей в детский сад, в дом юного техника, в школы провожаем детей. Пожалуйста, примите меры. У нас переход не оборудован абсолютно. Детские учреждения повсюду говорят, что мы будем этому уделять большое внимание. Уже не говоря о наблюдении, у нас элементарной зебры никогда не было и нет. Пожалуйста, оборудуйте нам пешеходную зону. Пожалуйста. В рыбке больно, молодцы. Правильно. Пожалуйста, следующий. Надо бы что-то, значит, и будет вам продолжать. Представляете. Добрый день. Точнее, вечер. Уважаемые участники личных слушаний. Я очень много, Александр. Проживаю у нас в Спартаковской, 15. Я против этого проекта Генплана, потому что он наступает на горло. Мы просто обучаемые участники, но и жителям многоквартирных домов. На публичных слушаниях 6 апреля заместитель руководителя администрации и председателя этой комиссии комментировал выступления участников слушаний, был искренне возмущен заявлениями жителей многоэтажных домов, которые, заселившись в своей квартире, отказываются терпеть новое строительство многоэтажек по соседству. Он почему-то считает, что мы, жители многоэтажек, не имеем морального права сопротивляться новым застройкам и должны потесниться, уплотниться и принять еще пару-тройку тысяч жителей на соседних полутора гектарах. Это ничего, что для объекта благоустройства землю застройщик купить не захотел. И поэтому новые жители, выйдя из подъезда, упираются носом в забор, где расположен все так же частный сектор, где должны быть, по идее, их спортивные площадки и места для отдыха. В соответствии все с тем же проектом планировки, на который ссылался наш председатель комиссии. Это ничего, что наши дома не соответствуют тому самому проекту планировки и стали значительно выше, шинели, толще, а квадратные метры и количество квартир увеличились в разы по сравнению с тем, что было запланировано этим проектом планировки. Я думаю, что всем понятно, по каким причинам это произошло. И дело не в том, что мы оказываемся недостойны комфортного проживания и должны десятилетиями ждать, когда наконец насытится застройщик. И не в том, что мы должны жить в вечной грязи из-за бесконечных этих строек. И не должны иметь элементарных полноценных тротуаров, о которых мы просили неоднократно нашу администрацию и других объектов благоустройства. И даже не в том, что мы вынуждены обслуживаться только в платных клиниках и водить детей в платные детские сады. И десятилетиями ждать, когда наконец построят для нас школу. А также наблюдать, как уничтожается та среда, в которую мы, в принципе, и переехали. Из-за этой среды мы переехали в наши новые квартиры. А дело в том, что 17 января 2014 года постановлением администрации номер 64 была приостановлена реализация этого самого проекта планировки территории. И поскольку в пункте 3.1 этого постановления сама администрация прямо ссылается на соблюдение нормативных показателей постановления правительства Московской области 24.54, я думаю, знают все об этом, от 16 января 2012 года утверждение норматива градостроительного проектирования Московской области, то корректировка обязана была учитывать не только появление охранной зоны на территории микрорайона, но и показатели плотности застройки, плотности населения и нормы градостроительного кодекса. А именно, при корректировке должны были быть учтены положения статьи 46.1 градостроительного кодекса, в которой говорится, что развитие застроенных территорий, то есть изменение структуры и конфигурации этой территории, возможно лишь там, где расположен аварийный или ветхий фонд, а не территория, являющаяся частной собственностью. Кроме того, в обязательном порядке администрация должна была учесть показатель плотности застройки микрорайона, который в связи с превышением застройщикам объемов вводимого в эксплуатацию жилья на ограниченной территории достиг максимально разрешенного уровня. Ориентируясь на открытые данные, я произвела расчет и сопоставила нормативы... Бегландно. Нет, это придется в следующее слушание записать. Пожалуйста, записывайтесь, излагайтесь в две минуты. Плохо проработано было, посмотрите сколько... Пожалуйста, регламент в следующем выступающем будет. Есть предложение, изменить регламент, дать выступающим по 10 минут. Принимается? Да, да, да. Пожалуйста. Нет, нет, у вас 10 минут, у вас еще и 8 минут, пожалуйста. Мы принимаем решение об увеличении регламента? Да. Каждому выступающему по 10 минут. Договорились, все, я никого не останавливаю. Правильно. Поехали. Продолжайте. Итак, ориентируясь на открытые данные, которые я взяла из ресурса реформы ЖКХ, я произвела расчет и сопоставила нормативы предостроительного проектирования по плотности застройки и площадь фактически построенного жилья в нашем микроролю. Я обнаружила, что предельно возможная площадь жилья, предусмотренная вышеуказанными нормативами, застройщикам уже реализована. Например, максимальный показатель плотности застройки в жилом микрорайоне должен быть в нашем, я имею в виду, ограниченной улицами Марины Светаевой, Урицкого, Исаева и Дзержинского. Во всяком случае, так называется проект планировки. Так вот, на максимальный показатель плотности застройки в жилом микрорайоне должен быть не более 183 тысяч, ну с половиной можно сказать, квадратных метров на гектар. А в нашем микрорайоне, исходя из данных управляющих компаний, площадь жилья с учетом всех жилых зданий, когда-либо введенных в эксплуатацию, но без учета частного сектора, я акцентирую внимание на этом, занимающего 50% площади из всего проекта, составляет 175,879,6 тысяч метров квадратных. То есть возможность строительства жилых домов остается только в объеме 7585 квадратных метров. А застройщику позволили построить последний дом, выдали разрешение, размером, вернее, площадью 47 тысяч 550 квадратных метров наземной части. То есть это дом, который сейчас в начале проспекта космонавтов строится по адресу подмосковный дом 7. То есть администрация города трижды нарушила градостроительное законодательство в отношении нашего микрорайона. Во-первых, разрешила ООО Северной строительной компании при разработке корректировок проекта, на который она запросила разрешение в 2014 году нашего микрорайона, завысить нормативные показатели по плотности застройки. Во-вторых, не озаботилась проведением публичных слушаний при переводе земли из условно разрешенного вида использования ИЖС и наведения садоводства на условно разрешенный вид использования многоэтажное строительство. В-третьих, не проконтролировала обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей нашего микрорайона. Ведь проект планировки за 12 лет, я акцентирую ваше внимание, с 2004 года, вообще не выполнен в части строительства школы на полторы тысячи мест, которые там заложены. А в части строительства дошкольных учреждений на 210 мест построен только единственный детский сад на 150 мест из 360 заложенных в проекте. А также парковочных машиномест в объеме трех паркингов. Из чего следует вывод, что больше никаких многоэтажных домов в нашем районе строить нельзя. А данное разрешение, выданное разрешение ООО Северной строительной компании на строительство по подмосковной Дом-7 необходимо отозвать. Так как, во-первых, проект дома не проходит по нормативам плотности застройки, а во-вторых, при переводе земельного участка из ИЖС на многоэтажное строительство не проводились публичные слушания. В связи с теми бывшими перечисленными обстоятельствами, мы, жители жилого микрорайона в границах улиц Цветаева и Сая Спартаковской, требуем Первое. Исключить из проекта генплана зону многоэтажной застройки в районе улиц Чкалова, Цветаевой, Подмосковной, Спартаковской по причине ее полной реализации в рамках нормативов. А также основную схему зонирования привести в соответствие с границами зоны регулирования застройки, объекта культурного наследия, мемориальный дом-музей Марина Цветаева-Молшева. Второе. Обратиться в Градсовет Московской области с предложением отозвать выданное у Северной строительной компании разрешение на строительство 9-подъездного, 17-этажного, 530-квартирного дома по адресу Королевки, Подмосковная, Дом 7, в связи с несоответствием нормативам градостроительного законодательства Московской области и нарушением градостроительного кодекса. Обратиться, третье. Обратиться в правительство и губернатору Московской области с просьбой профинансировать выкуп земельного участка и строительство школы по адресу Подмосковная, Дом 7. У меня все, спасибо. Микрофон, пожалуйста. Алло. Сная 19. Мне 30 лет, у меня есть сын, два года ему, и меня беспокоит, в какой сад и в какую школу ему дальше идти. На данный момент определиться с садом, куда он пошел, я не могу. В плане, я смотрел, будет и застраиваться, будут строиться и сады, и школы, и физкультурно-оздоровительные комплексы. Мне бы не хотелось с утра стоять в пробках, когда я буду везти сына в сад или в школу, ведь на это все это время, что я стою, да, час-полтора, два иногда, можно, чтобы ребенок хотел бы заниматься спортом, учился. В принципе, план, который предлагается, он годный. Единственное, там есть, конечно, у кого-то какие-то вопросы частные, да, на доработку он все равно попадет. Ну, в общем, план нужно реализовывать, и чем, мне кажется, дольше это тянуть, тем просто нужно подумать о том, кто будет жить дальше здесь. Да, дети, 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 дети. А сейчас везде, везде их логика пользуются, вот так, поэтому ничего с этим не сделаешь. Да, вот, слышал про Самару, все исправили, там, вопрос решения. В общем, я хочу сказать, что я, в общем, за план. Спасибо. Спасибо, следующий выступающий. Добрый вечер. Извините, сейчас скажу, кто готовится. Панин Александр, Естегнеевая, Лидия, Жукова, Надежда, Герген Александр. Я, Харасев Владимир Александрович, проживаю на улице Гражданской в поселке Болосово, выражаю свой протест. Я против такого проекта, генплана, где будет сноситься мой дом. Для кого-то это просто графическое изображение, а для меня и моих соседей это наша жизнь. Жизнь наших предков. Более 30 лет. Мы живем, как на пороховой бочке. Нас все время пытаются снести. То фабрика, не хватало денег у них, то завод, то еще что. На территориях, обозначенных на проекте генплана, многоэтажная жилищная застройка. Сейчас разрешено индивидуальное строительство, сейчас размещены индивидуальные жилые дома с этажностью не более трех этажей. На земле, на земельных участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, ДЖС. Я категорически против плана, обозначенных в проекте генплана Королев, как размещение многоэтажной жилой застройки в зоне поселка Боложево. Я прошу и требую изменить в проекте плана территории поселка Боложево. Предназначение данного участка застройки на индивидуальное жилищное строительство. Прошу мой проект и ходатайство занести в протокол публичных слушаний. Спасибо. Бертон Александр, Осипова Ольга, Ковалева Наталья, Сераев Раиль. Я сейчас список зачитываю, здесь все выступающие записались на все 12 публичных слушаний, поэтому кто-то, может, не пришел. Подходите сразу поближе, чтобы временно дорогу не теряется. Прибытков Максим, Дерябин Максим, Селиванова Наталья, Кудрявцева Тамара, Никифорова Наталья. Добрый вечер. Сераев Раиль, город Юбилейный, Малокомитетская, 7, дом 37, 7-я квартирка. Значит, прежде всего хотел бы сказать, ну, поздравить с прошедшим праздничком, который вчера был замечательный праздник День космонавтики. Второе, хотел бы сказать, наверное, все-таки спасибо администрации, что каким-то образом услышали то, что происходило в субботу в Болшево. Обещание значит... Я, с вашего позволения, одну поправочку сразу скажу, которую мы для себя обнимаем, но не все этого делают. Поскольку эти слушания, то они как бы за основу берут ваше мнение, да или нет. И поэтому в основном нужно, конечно, сразу сказать свое отношение к данному генплану, да или нет, а потом выступать и говорить все, что вы считаете нужно. Я против данного генплана. Один из пунктов, из-за которого я против, заложена эстакада в районе 4-го гражданского переулка и со стороны проспекта космонавтов. То есть там сносится совершенно уникальный сосновый лес, там замечательное место, тихое, спокойное. Ну неужели так много таких мест в городах Подмосковья? Неужели это может быть? Не делайте садах! А когда выходит, это садах, это через железную дорогу, она как раз по моему дому проходит. И уходит на куда-то Клязьминское водохранилище, где тоже нельзя ничего сносить, там живность, там замечательные какие-то уникальные места, которые, чтобы сейчас построить дорогу, я вас умоляю, нужно будет вместо 20 детских садов, вместо 40 школ наверняка строить одну дорогу на болотистых почвах. Поэтому, я повторю еще раз, я против данного генплана, я с моей стороны представляю интересы, ну достаточно большого количества людей, с которыми общаюсь в микрорайоне Болшева. Все выступают против и все предлагают отправить данный конкретный проект на доработку. И хочу еще сказать руководству власти города, большое спасибо, почему. Потому что на самом деле появляется возможность у людей проснуться и каким-то образом проявить свою гражданскую позицию. Потому что нас слишком долго, слишком долго, каким-то образом не считали, не слышали, повторюсь, спасибо, что они нас услышали. Но просьба, чтобы все, что было сказано, чтобы это было доведено до реального завершения и внесено в генплан. Потому что, ну, есть такие мнения, что никто не может вносить изменения в генплан в процессе его согласования. Возможно только либо его принять, либо не принять. Если это действительно так, но мы не юристы, мы этого не знаем, то, соответственно, мы должны голосовать против генплана. Если возможно вносить изменения, и это каким-то образом, то возможно провести чисто юридически. То покажите эти документы, откройте нам глаза, объясните, как это будет все происходить. Все, спасибо. Здравствуйте. Представитель. Шевенков Андрей Александрович. Октябрьский бульвар, дом 3. В этом городе я родился 55 лет назад. Прожил на всю жизнь. Сейчас в нем живут мои дети. Надеюсь, будут жить мои внуки. Я хочу, чтобы дети и внуки мои жили в нормальной экологической обстановке. В связи с этим у меня вопрос конкретный. Будет ли разморожена строительная площадка в торце Китайской стены? Ну и одновременно в торце дома номер 3, Октябрьского бульвара. Она была осенью заложена, ее заморозили. Но у меня большие сомнения, что она будет в дальнейшем в таком же замороженном виде. Дело в том, что напротив выстроено трехэтажное, такое же офисное торговое здание. Во всех близлежащих домах на первых этажах офисы и торговые точки. Их нет только в Китайской стене. Если этот очередной офис будет построен, какой смысл строить в радиусе 100 метров, а один за другим такие комплексы? Люди просто будут задыхаться от выхлопных газов. Все понимают, что в первую очередь это машины, это стоянка этих офисов. Если стройка будет, прошу задести протокол, что я против этого строительства. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим Вячеславович, академик Ольга Ставина. Значит, у меня вопрос. Два вопроса есть. Первый вопрос. Какое строительство будет происходить по адресу Тихонрава, где строится лесная корона? Когда достроят дома, будет ли развиваться какая-либо инфраструктура на данном участке? Там садики, школы, водницы или может какие-то там магазины и так далее? Второй вопрос. После принятия генплана, как будет происходить реализация застройки ливневых канализаций? То есть в какой, так скажем, срок это произойдет? То есть как долго будет? Год, два это будет делаться или сколько? Итог. Я за генплан, потому что без генплана развитие города лично я не вижу. Если вы видите, вы подумайте о своих детях. Вот вы говорите все, у меня дети, у меня дети, я хочу, чтобы мои дети и так далее. Думайте о детях. Им нужно будет жить в городе, правильно? А не в деревне. У вас потом устанет? Дети ваши куда будут, скажем, им не пойти никуда, никуда. Все лес, лес, здесь это прекрасно, дышать и так далее. Рабочие места. Нужны детям будут? Нужны они вырастут. Им нужно будет работать, а не в лесу на белышек смотреть. Нет, я не могу до леса вырубать, но и строить тоже нужно. Тем более, если, друзьями, участники публичных слушаний, вы договорились, не перебивайте меня. Я вот, я лично от себя говорю, как от лица молодежи, потому что вижу, что здесь молодежи не так много в зале. Нет, я от молодежи скажу. От родственников, я не скажу, что вы. От молодежи считаю, что генплан нужна. Тем более, который примут. Тем более, по поводу генплан. Генплан делается не на один год и не на два года. То, что вы думаете, что за два года вам застроят весь город и все задохнемся, нет. Генплан делается на 20 лет. И не так, что застроят весь город. Поэтому, вы думаете, не только... Уважаемые друзья, давайте будем быть взаимовежливыми. Ведь никого, никто здесь не обсуждал выступление. Выступает молодой человек, высказал свое место и пошел на место. Пожалуйста, давайте друг друга хотя бы уважаем. Спасибо. Итог. Я за генплан. Спасибо за внимание. Спасибо. Академика Легостаева, дом 4, конюс, слышно. Пателицына Елена, Степанова Мария, Пронин Михаил. Вдроем за. Удинцов Александр. Шальнев Андрей. Юршев Сергей. Кленьшин Анатолий. Суслонов Наталья. Здравствуйте. Пожалуйста, представитель. Городков Виктор Васильевич родился в этом городе, живу и умру в этом городе. Когда-то он славился тем, что был самый зеленый город в области. На что сейчас похож. Носят всю зелье. Вот, к примеру, с тем же детским садом. Я не против детского сада. Я за. Да, они нужны. Но нужно же подходить по-человечески. Они нужны там, где их нет. Там, где построен новый микрорайон. Найдете хоть один детский сад? Сколько там людей живет? Или с них берут подписку, чтобы они не имели детей? И никогда у них не было. От этого детского сада 300 метров. Еще один детский сад. Старой советской постройки. Во дворах. Отличный. Трехкорпусный. Еще 500 метров. Еще два детских сада. Куда смотрели, когда вырубали? 150 деревьев. Причем на 100 получили подобный билет. А еще 50. Они просто строителям помешали. Надо же все-таки, в конце концов, мне не понравился доклад о реконструкции города. Ну что, нам не хватает детских садов, 10 штук. Ну и что? Вы посчитали, где их не хватает? Или будете втыкать где можно? На каждый пятачок свободный. Нам не хватает больниц и так далее. А вы посмотрели, в каком состоянии? Вы приведите в нормальное состояние те больницы, которые сейчас есть. Зайдите в первую больницу приемной отделе. Там фильмы о больнице можно снимать. Там фильмы о больнице можно снимать. Оборудование стоит. Демидовское. Блин, клубы оббитые, олеум рваный. Стены грязные. Это плавно на ремонт. Я, конечно, понимаю, что вы не пользуетесь этой больницей. Вы хотите, чтобы передали 170-ю, вторую ведомственную, чтобы их превратить? То же самое, что и первую, и вторую. Да, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. Вторая больница вообще. Я знаю, у меня мама была врачом, она работала в этой больнице. Я часто бывал, с детства там, брали меня туда. Вот. Я видел это все дело. Так все, все стены, все старое, все такое, как было, так и осталось. С тех примеров. Эркер превратили. Вместо стекла железки ржавые вставали. Это нормально. Это нельзя. Нет, ну давайте проведем рекордшир. Значит, эстакада построенная в Болышево. Да, она нужна была. Да, нужно было убрать пробку от железной дороги. Но что сделали? Эту пробку снизу перенесли наверх. Почему? Да потому что вот эстакаду нарисовали. А что дальше будет? Никто не подумал. Сейчас говорят об эстакаде от улицы 50 лет Бенгейсен. Какой ширины эта улица? Сколько полос там можно построить? Под окнами, в окнах. Значит, будет то же самое. Деньги вложат, эстакада будет и будут стоять пробки. Они сейчас. Я против. Я против. Это очень важно. Он не против, не против. Я, конечно, понимаю. Выслушали, взяли это на заметку. Но дело кое с тем. Ну, выслушали мы. Ну, а сколько-то за, а сколько-то против. Ну, где-то вам принят и будем дальше. Так и будет. Подписи собирали. Выслать продавок. Ну, фотоаппарь выпустить здесь. Скажите. Это не дело. Это не дело. Спасибо. Все, кого я ранее называл, есть еще выступающие? Хромина Светлана, Ваганова Ольга, Черников Дмитрий, Дегтяренко Марина, Беликов Владимир, Забродин Денис, Кремлев Николай, Яковлев Александр, Лапушкина Алена, Чистяков Антон. Здравствуйте. Ну, и представляться, наверное, все меня знают? Нет. Первый раз видите? Да. Ну, хорошо. Меня зовут Беликов Владимир, я живу в Болшево на улице Гражданской. Ну, хорошо. Значит, пишешь один план выступления, по ходу пьесы получается, что нужно говорить совсем немножко о другом. Понятное дело, что генплан этот не годится. Несмотря на горячее выступление молодого человека, который хочет здесь, чтобы его дети жили в трущобах, каменных джунглях, я, например, против. Знаете, когда у человека нет своей квартиры, вот я сам был в таком положении, когда был молодой, я мечтал о том, чтобы иметь, например, хороший теплый туалет, чтобы там спокойно, не как в общежитии, в общем, туалете глядном быть. И поэтому был готов на любые, так сказать, условия. А сейчас, с возрастом, я понимаю, что это было неправильно. Если уж хотеть, так хотеть по максимуму. А наш город достоин того, чтобы здесь и генеральный план, и все, и его реализация, и все, что здесь делается, было по максимуму. Потому что это, в первую очередь, Наукоград. И люди, которые здесь живут, весьма образованы для начала. И их просто так вот не обмануть. Поэтому, естественно, тот план, который нам предложили, он не годится. Потому что единственное его главное достоинство, это то, что он за стройкой будет заниматься. Больше ничем. Вот я больше чем уверен, что, вот право был человек здесь, который для меня говорил, что пихает, куда попало детские сады. Вот посмотрите на генпланы, вы поймете. То же самое сейчас и со спортивными учреждениями. По конкретнее можно? Что? По конкретнее. По конкретнее, например, в Койме и Киклядьмар хотят расположить плоскостное спортивное учреждение. А в лесных полянах то же самое. Фок. Что это такое? Ну, очевидно, стадион какой-то. Может быть, не знаю, что там будет. Но там болото сейчас. Это первое. Поэтому, что? Ну вот. Тем более, что у нас такой большой стадион, как виталист, стоит в забущенном состоянии. И там, в принципе, при желании достаточно места, чтобы организовать прекрасное спортивное сооружение. Ну, подождите, не кричите. Поэтому, что я думаю по этому поводу? Вот нам тут пообещали еще пойти несколько на уступки мнению жителей, требованиям жителей Болшева и многих других, которые были на предыдущей слушании. Честно говоря, я не совсем уверен, как это будет реализовано. Потому что тут уже звучали мнения. Да я знаю это доподлинно. Что согласно законодательству, кинплан можно только отменить или только принять. А вот принять поправками, я такого что-то не знаю. И, наверное, я не знаю, может быть, кто-нибудь из членов комиссии ответит, как это будет сделано. Ну, хорошо. Поэтому у меня в этом смысле большие сомнения. И я поэтому буду продолжать ходить на следующие слушания и так далее, для того, чтобы дальше понять, что все-таки происходит. Мне небезразлично, снесут мой дом в Болшево или нет. Так же, как и 500 строений, жилья владельцев 500 строений, которые там собирались в этом генплане сносить. Поэтому в этом генплане множество несостыковок и с трудовыми ресурсами. Я уже говорил об этом не раз, что как это странно, сейчас 76 тысяч, будет почти вдвое больше, 114. А что они делать будут? Я вот тут не понять вот это не могу. Даже награды образующих предприятий, это невозможно при сегодняшнем финансировании. Да и вообще технологии поменялись. Такого количества рабочих мест сделать. А сейчас же не ковальдами там гвозди забивают, ну какие-то все-таки, и не компьютерами. Ну в общем, мне это непонятно. Вот, поэтому та же история вот здесь вот, кстати, если говорить по этому району, то улицы Сака-Иванцити, я что-то никто не сказал, все про эстакаду говорят. А про что ж там дорога вот эта вот, которую вроде как отменили. Но я не знаю, отменят ее или нет. Там из подъезда если сделают, не дай бог вообще. Поэтому я не знаю, я лично буду дальше ходить на слушание, чтобы понять ситуацию. А вы как хотите, что называется, хотите добиться чего-то, так ходите. Поэтому я сразу сказал, я этот генплан не принимаю, он не годится. Тем более, что вот у меня еще странный вопрос есть. Вот в 2012-2011 году аналогичные генпланы, практически похожие, очень отклонились с такими сумасшедшей кровью и с митингами, да. Вот и сейчас администрация новая. Ну неужели нельзя было на тот план посмотреть и посмотреть. Ну ребята, ну там это уже было. Болшева уже протестовала, уже ужас что тут творилось, чуть ли не до мордобоя. Но опять все то же самое. Та же самая история с этими мостами, стакадами и все прочее. Поэтому вот это мне странно. Почему? В общем, у меня большие сомнения, что это все будет реализовано. Вот что я, собственно, и хотел сказать. Поэтому борьба еще не закончена. Спасибо за внимание. Спасибо. Ададуру Елена, Разолбука Петров, Чистяков Антон, Ребежак Мария, Лебеденко. Алексеевич, Селиверстров Николай, Яковлев Владимирович, Черняк Борисович. Ну иди, идите, говори. Если я вас назвал, подойдете? Иди, идите. Тогда ждите. Добрый вечер. Мы собираем подписи против Денплана, за его отмену и внесение все те пункты, о которых мы читали на сайте администрации, о которых здесь нам проговорили. Мы собираем подписи против Денплана. Поэтому те, кто еще не подписал, подходите, подписывайте. У нас эти подписные листы есть. Далее я хотела сказать о том, что, скорее всего, еще жители не знают о том, что запланирован для переоборудования под детский сад уникальный, единственный в городе Королеве центр развития творчества детей и юношеских, который находится на улице Пионерской, 43А. Там находится, есть у него сайт, я посмотрела, в планах 2016 года, там 78 студий детских, включая театральную, со всем реквизитом, со всем остальным. Вот, в общем, все эти студии, творческие кружки планируется выкинуть просто на улицу. Позор. Позор. Поэтому по поводу этого центра развития творчества тоже уже готовится сейчас петиция. И тоже призываю принять участие. Этот вопрос будет обсуждаться на следующих публичных слушаниях, которые будут дальше. Но я считаю, этот вопрос уже сейчас нужно поднимать. Нам нужны детские сады. Действительно, у нас рождаются дети, это здорово и хорошо. Но мы против того, чтобы детские сады были на территории, либо парк от Светаевой, как это было. И мы такой большой кровью, таким большим, таким большим трудом нам удалось это строительство безумное совершенно развернуть. И сейчас только усилиями граждан, ну, естественно, удалось привлечь область. Вот господин Воробьев был на открытии. Теперь те, кто был там, те, кто не был, приходите. Там проходят замечательные костры, которые собирают любители творчества и поэзии со всего мира, не только нашего региона, но и из-за рубежа. И второй детский сад, который у нас удалось все-таки сделать, на том месте, где находился раньше сквер у Панды. Я считаю, что подобные стройки недопустимы. На данный момент спасибо за внимание. Спасибо. Яковлев Владимирович, Черняк Борис, Биаси Рана, Леденева Евгения, Тархова Валентина, Митюшина Наталья, Тимошина Ирина. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер. Все нормально, да? Хорошо, я буду круче говорить. Вот, дорогие товарищи, почему мы такие все агрессивные? Мы сейчас обсуждаем генплан города. И что я хочу сказать. Агрессивность ваша – это ни к чему. Это бескультурия. Выкрики из зала. Как ненормально. Послушайте меня внимательно. Давайте по делу. По делу. Вот по делу. Я хочу сказать. Вот была у нас Морозенко, Минаков, мэр города. Это безобразие. Вот эти больницы, клиники. Они в таком состоянии достались новым, ну, нашим правительству. Все сразу, все сразу сделать нельзя. Так, спокойно, спокойно. Я и без микрофона вас перекричу. Тихо и спокойно решаю все вопросы. У нас, вы, вот знаете, в городе столько земель приватизировано Беломысовым. Вы все это знаете. Вы это все знаете. А земля городская. Вот согласитесь с этим. И однако же все молчим. А потому что те правители были. Они оборовали городской бюджет по полной программе. У нас не было таких сплетов, не было собраний, где мы неправда, неправда. У нас на месяце, каждый месяц по четыре собрания. По районам, по-разному. Я единственное хочу вас призвать. Да, где-то вы не согласны с кемпланом. Но будьте любезны, в корректной форме. Излагайте, что вас не устраивает. Не надо орать. Да вы сами не устраивает. Я буду вас воспитывать. Вас с детства не воспитали. Но я хочу очень детстве не сказать. Детские сады нужны. У нас, молодое поколение, вы дома вот эти высотки все разбираете. На улице Горсакова, знаете, старые двухэтажки. Правильно? Их надо, их уже расселяют. Куда людей? Вот в эти новые дома. Их расселяют. И они не покупают эти квартиры. Их, господи, угомонитесь. Вот. И эти квартиры. Город дает новые квартиры. Вместо вот этих двух развалин. И постепенно людей расселяют. И также у нас много, много осталось. Извините, город был в терме. Дороги были разбиты. Люди жили в сарае. И вы этого ничего не цените. Я считаю, это безобразие. И вместо того, чтобы поддерживать руководство где-то нормально, в спокойной форме, решать вопросы, вы ведете себя не корректно, не культурно. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. А вот это, госпожа, это кто? А вот это, госпожа, это кто? Завалин Шемелья, Бондар Сергей, Гордиенко Сергей, Военко Александр, Магдисян Иван, Магдисян Аркадий, Магдисян Ирина, Евчеева Ольга. Пожалуйста, представьте. Ларишин Илья Николаевич, журналист на районе Болжево, школьный период. Но прежде всего хочу сказать, что я категорический бродик этого генплана. Он должен быть сейчас в своем направлении на заработку. Более того, после того, как он будет заработан, с учетом всех, а не каких-то только избранных администраций, возражений жителей, он должен быть нам представлен по-новому, с обязательной публикацией ни в какой-то газете «Спутник», которую, извините, никто в глаза не видел. А у нас для этого есть городская газета «Ильмитарская правда». Причем схемы должны быть опубликованы не одна вот такутенькая, это не схемочка на весь город, по всему городу, а по микрорайону. Более того, должны быть задействованы информационные доски, в том числе имеются установленные по губернаторской программе. Они стоят закрыты на замок, выглядят красиво, но никакой информации гражданам не предоставляют. А вот то, что сейчас администрация, уважаемая, надеется, что она там, ей проектировщики откорректируют на коленке, и что она это нам представит, и мы это одобрим, это, к сожалению, не предусмотрено законами Российской Федерации. Теперь, коротко, почему, по каким пунктам я против этого генерального плана. Ну, во-первых, он представляет, ввиду того, что город Королев ужасающе перенаселен, он не представляет никакого решения. Пострадают жители как индивидуального сектора, так и многоэтажных тех же домов. В частности, вот в этом районе, которому проводится слушание, со всех сторон зеленые пространства, им угрожает, вот, знаете, там, САК и Манцетти сказали, что дорога-дублер отменена, проезд Салковского тоже вроде отменена, но будем надеяться, что никакого сокращения имеющихся зеленых насаждений на них не произойдет. Вот, это эстакада, которая планируется с 50-ти лет в УКСМ, на сейчас ее на Комитетскую планируют, я считаю, она недопустима, потому что, во-первых, она подорвет здоровье жителей живущих в домах вдоль нее, во-вторых, пострадает юго-восточная конечность Комитетского леса, которая и так находится в бедственном состоянии, а там еще планируют разместить некие рекореакционные зоны, видимо, опять же, с вырубкой имеющихся зеленых насаждений. А с севера подступает река Крязьма, где проликантами заложены спортзалы на полотах и в убийство так называемых плоскостных спортивных сооружений. Вот тут, уважаемая, да, теннисные корты. Вот тут, уважаемая докладчица из Буркова, обратила внимание администрации, что им хотелось бы пляжей в зоне Крязьмы у деревни Буркова. Но я скажу, что там будет. Сначала туда свезут самосвалами грунт из котлованных строек со всего города, а может быть еще и соседних городов, это не исключено. А потом, может быть, к 2035 году там появится пляж. Да, что? Этот генеральный план имеет огромное количество погонных камней, большинстве из которых жители, может быть, еще не догадываются. Ну, в заключение хотел бы напомнить, что завтра, сегодня и завтра, прямая линия с президентом Путиным, ему можно звонить и в том числе письменно писать, озвучивать интересующий вас вопрос. Спасибо за внимание. Селезнева Светлана, Доронин Владимир, Белогуров Николай, Иванская МА, Михалин Николай, Романову Вадиму, Ковтыкову Виктор, Москалев Михаил, Тухачева Ольга. Пожалуйста. Добрый вечер, участники, слушайте. Я хочу... Погрубче не слышно. Я хочу здесь, на этом собрании, сделать небольшой экскурс в историю и географию нашего города Королева. Если я буду называть большинство, наверное, понятных географические места, которые буду называть, это, значит, начну с улицы Дзержинского. В конце... То есть улица Дзержинского, она сейчас перекрыта таким большим зданием, которое расположено по адресу проспекта Королева, дом 28А. Эта свечка в народе называется кукуруза. Эта свечка кукуруза перекрыла хорошо построенный магистраль, которая разгружала транспортные потоки в городе Королеве. И большинство людей не испытывали никаких проблем при движении вот именно в этой части города. Сейчас улица Дзержинского превратилась в такой хороший пупичок. Значит, второй адрес, который я хочу назвать, улица Комсомольская. Там сейчас посередине улицы Комсомольской стоят жилые дома. Третий, четвертый, пятый и шестой. Это был второй организованный выезд из завокзального района. Народ активно пользовался этим выездом и въездом из завокзального района. Сейчас остался один единственный выезд. Это улица Садовая. Третий адрес назову. Ну, все, наверное, представляют, как от улицы Исаева в сторону параллельно проспекту Космонавтов идет полевой проезд, который переходит в улицу Декабристов. И эта улица Декабристов плавненько утыкается в Горького 33А. Жилой дом там такой стоит. Это тоже образовался такой дворовый тупик, в котором ни проехать, ни пройти. Ну, если приводить какую-то альтернативу, то можно также в конце или в начале улицы Сталинградской битвы поставить такой ждоб и превратить вот эту территорию в топичок. Могу еще один адрес назвать. Например, если брать улицу Горького, которая пересекает проспект Космонавтов, и она упирается, эта улица Горького вместо частной застройки она упирается в гаражный комплекс, находится этот гаражный комплекс улицы Горького, дом 20А. Это вот все те решения, которые принимались в предыдущие годы. Сегодня очень хорошо выступала Ольга Чугунова, которая живет в доме на Куритском, дом 15. Ну, в общем-то, большинство людей знают о том, что Спартаковская, Куритская, Подмосковная, она застраивалась одним застройщиком, который приобретал земельные участки участников, расчищал эту территорию, и на этой территории возникали жилые дома. Естественно, никакой речи о тротуарах, о детских садах, о школах там не шло. Получалось, покупалась часть земли, возникала высотка, люди туда заселялись. Я так полагаю, что никаких общественных слушаний в том, при строительстве того дома, где живет Ольга Чугунова, не проводилось. Но после того, как туда заселились люди, сразу же появилась необходимость прекратить строительство домов вокруг этого дома. потому что, оказывается, не предусматривались ни школы, ни сады, ни больницы, ни тротуары, ни парковочные места. Действительно, это так. К чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что город должен развиваться по генеральному плану. В городе должен быть закон. И я за то, чтобы этот закон принять. АПЛОДИСМЕНТЫ Решетникова Тамара, Агабеля Нара, Павлов Юрий, Просточенко Александрович Иванович. Пожалуйста, Александр Иванович. Я бы с удовольствием сейчас голосовал бы за. Но мой район Мичурино не вошел в генплан. Только потому, там дорога должна пройти мимо живых домов, проезжая магистраль. И больше ничего. Я не вижу на генплане, то, что ТРВ обнаглели до такой степени, что у себя за забором ставят дома, потом забор сносят, и они все оказываются, 12 подъездов, 2-17 этажных дома, на моей улице Мичурино, где дворики вообще крошечные, дорога проезжая 8-9 метров, 450 машин должно вселиться в мою улицу. Куда они денутся? Народу будет. Там 2, по-моему, с половиной или 2-400 тысячи. Детский сад построили на Мичурино. Поверьте, я боролась за этот детский сад, еще с Белоусом. Очень хотела, чтобы его построили. Построили. Ну сколько у меня документов, такая куча. Даже спасибо не сказали. А я начинала бороться и воевать за этот детский сад. Никто не... Они уже выстрелили, все. Все лавры приписали себе. Значит так, дорога от стадиона «Металист» до улицы Мичурино, вдоль Орджоникидзе, заставлено. 160 машин ТРВ. 150, 160, я считала. И едут, и едут, и едут. Вечером, когда они уезжают с работы, это вообще Москва. Полная Москва. И что их теперь? Улица Орджоникидзе идет, 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 далеко. Идет. Поворачивается направо. Тупик. Давайте назовем тупик. Романова, Василия Петровича, это ТРВ. И Абносова, и Рогозина еще заодно. Давайте назовем так. Тупик этих, это ТРОИЦЫ. В Америке тоже есть улицы двух мошенников, Бонни и Хладбин. А чем мы-то хуже их? Чем мы хуже? Давайте назовем тупик такой. Романова и Абносова. Уважаю глубоко Абносова. Работал на этом предприятии 20 лет. Оно мне не чуждо. Но что хотят сотворить, это ужас. Я прошу, вот написал здесь, в следующем, 25 мая слушаю, будь курят, конкретно по моей улице. Причем включают улицу Вичурина, это вроде у нас. СНТ Дружба. Там что, живут что ли? Они живут. Но если живут, то моя улица Вичурина, им, я ледова. Дорф предприятия. Потом, значит, что еще-то? А, Легостаева. Да кто там сейчас живет? Там же весь район незаселенный. Заселили кто-то сотрудник ТРВ, которые по низкой цене купили эти квартиры. У меня родственники там тоже купили. Но они не могут селиться, потому что там надо делать ремонт на полтора миллиона. Это ужас, какие дома здания. Страшно просто. И вот такие лепим, лепим, лепим. Городки. Я не дома. Я не хочу построить дома. В итоге, в итоге, я против именно этого плана. И что я хочу еще сказать? Что хочу сказать? Сидят у нас умные, образованные, высокообразованные люди администрации. Неужели они сами не могли... Нет, их привязали к какому-то институту проектному. Это мадам Малинова, да она ничего не знает в нашем городе. Она не была здесь. Вот ребята, когда наша администрация, как сказать, ребята наши, они уже начинают как бы входить в ситуацию. Начинают узнавать город. А откуда Малинова, что-то знает. Сидит с умным видом. Я прям готова была ее разорвать. Почему нет мое Мичурино на этом плане? Кроме как дорога пойдет на Легостаева мимо Мичурино. Я против, против, еще раз против. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, представляйтесь. Меня зовут Анар Мишель Агадыгья. В общем, да, я только что услышал в начале, что я живу в Олышево, Гранадский проезд. Что мой дом, который пока еще не закончил строительство, потому что мне дали 10 лет на стройку моему дому, его не будет снести. Спасибо. Я так думаю, что это будет решение. Спасибо. Но я, если вы можете, господа, дадите мне пару минут, я просто расскажу. Погрубче говорите, плохо слышно. Ну, я не знаю, как мне микрофон поближе, может, что-то. В первую очередь, естественно, то, что в городе есть изменения, давайте не будем глаза закрывать на это. Последние два года что-то изменилось. Хотя бы дорогу, дорогу пионерки, помните, когда раньше было, хоть половину, хоть какую-то одну часть сделали. Люди там едут хоть за какую-то секунду. Дайте мне до конца, скажу, пожалуйста. Конечно, потом, потом уже стоим еще больше. Об этом разговора нет. Но для этого все, не рад, сразу Москва, сразу не построена, ребята. Давайте вместе подумаем. Для того, чтобы это делать, нужно очередь. Нужно очередь. Нужно как-то потихоньку делать. Я против того, что вообще, мы же не в Японии живем, где земли нет. Боже мой, в России огромная, конечно, земли. Построить эти, хоть и по 10, по 20, по 30 этажей, замок. Но здесь-то город зеленый, красивый. Если мы все зелено уберем, то что мы будем здесь делать? Дышать полозой какой-то дорожной машины? Это не серьезно. Но для этого я думаю, что он меня должен. Я вообще математик, обрагмент, там все срцы. Есть экология, есть отца. Люди должны определить. Нам не надо рекордами сравнить с теми, что каждый квадратный метр у нас больше всего человек живет. Да зачем это нам надо? Есть даже Пушкина, которые области. Есть недалеко, Шелково, которые области. У них огромная территория земли. Пусть там строят. Пусть тоже строят, и там строят сколько хотят. Без дороги, пусть все делают. Нам нужно думать о другом. Мы уже построили много домов. У нас самый большой обет. Не думаю, что ему тебе сказать, что он не любит своего ребенка, не хочет своего ребенка пойти в детский садик близко. Мы все об этом мечтаем. И нам в первую очередь нужно обеспечить детям школу и детский садик, и больницы. Это первичное. Это обязательно. При любой даже точке, это не 20-этажный дом, это максимум 2-этажный домик можно построить. И таких мест можно найти. Палом магазина можно убрать, в другом месте им отдать, поставить это там. Я думаю, что это можно делать. Почему мы даже сидим в здании, человек пришел вот только что и сказал, что у меня ребенок, хочу, чтобы пошел в школу. Так, Господи, для того, чтобы пойти в школу, не надо мой дом убирать. В моем улице построено с 2000 года 10 домов новой современной. Кто думает, что надо его убрать, будет с 2000 года дом, а тот, который построен был в 18 веке, который развалится, который там сжигают, его не надо снести. Где это написано? И следующего уже, первую, вторую очередь, надо снести все дома, которые в самом деле аварийном состоянии. И там пусть делают, я еще раз спрашиваю, в мое мнение это, никому не диктую, я просто говорю, что больше 12-15 этажей не стоит дома строить. Это же даже просто, экологически, и даже экстренные случаи, какие-то, не дай бог, что-то пожар, что-нибудь опасное, это неприятно. Что? 7-9. Нет, ну это, будет быть 7-9, но будет быть хотя бы 12, пока вы поймите, это для нас уже, мы не попали в эту ЧП, у нас никогда, я был в Армении, я видел, что было, мы такого не погром, ни вода, ни вода, ни климические какие-то, ничего не случилось, слава богу, это вот, так если что-то будет, мы в 22-м неделе, что будем, вертолет надо приедать, что ли? Да вы не деваетесь, что ли? Нет, не машин дать здесь, пожалуйста. Что? Дайте я это скажу, я, женщина, вы сказали, я дайте мне дать скажу, правильно? Я хочу, еще раз, я не понял еще один вопрос, когда люди, только что пришли сюда, сказали, мы за проект, я не понял, перед ними стояли администрации города, которые одним русским языком объяснили, есть там недоделанные вещи, которые надо доделывать, это же не я сказал, это сказали люди, которые знают, что это делают, надо что-то доделывать, как вы уходите, не зная об этом, и говорите, нет, господа, ребята, надо принять этот, что-то, то есть он считает, что должен мой дом снести, который я кто-то построил, а кто у кого-то такой? Второй вопрос, кто-то там забрал земли, господи, это не суды, и не прокуратура здесь, вы пойду туда выяснять, кто взял земли, кто не взял земли, кто за что взял, сила есть, вперед, флаг руки, о чем говорим здесь, я другая, мы должны сами помочь себе, никто нам не поможет, сам строить себе для детей, в первую очередь, для детей, школы, детсадики, их земли найдется, также дома в меру, для тех, которые в очереди стоят, и те, которые есть, надо снести, а вот там, где серьезно, нету места, не стоит там копать, и построить так, чтобы каждый друг другу смотрел в окно, и сенсы не видел, мы же не в тюрьме живем, правильно? Я и меняю, если кто-то не так, дай мне вам здорово, если лучше, на мою помощь, я могу помочь, бегу в кольце, я и говорю, разный транс. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пристарайтесь. Добрый вечер. Слава Богу, Гарри Михайловичу. Я родился в этом городе, прожил, к сожалению, работал на предприятии в этом городе, создавали и запускали спутники, говорится, без всяких этих монстров. Теперь, допустим, я против, в частности, этого не от плана. Почему? Потому что, значит, он вместо Новгорода будет у нас проходной двор. И я не хочу жить в таком городе. И мои дети, и мои руки. Я помню, когда мы вот после войны даже здесь, допустим, конечно, было много огородов куда-сюда, но мы ребята, не было и стадионов-то, бегали, говорят, по полям свободно, в футбол играли, городки там, все было, сейчас же все застроено, сейчас же все машины заставлено. А что будет, если тогда построить эти дома? Ну, вообще-то дышать нечем будет. Я против жилов Генклана, я бы прошел его заработать и все замечания, которые здесь получают. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Решетника пионерская. Значит, я категорически против данного генерального фанта, потому что я считаю его сырым, непродуманным и непроработанным. Здесь очень много при выступлении, значит, представителей городской администрации было недомолок, недоскалок. Вот, например, у меня конкретный вопрос. Было сказано, расширение пионерской. Я подниму. Расширение пионерской. Что конкретно мне может сказать по расширению пионерской недоскалки? Я проживаю. Что там будет расширяться? Там будут сноситься дома, вот эти вот пионерская 29. Что конкретно будет расширяться? Вы можете мне сказать? Никто не может мне сказать. И таких недомолок очень много, и они очень настораживают, потому что здесь, извините меня, можно все, что угодно потом сказать, чтобы недопонять. Поэтому, кроме того, значит, вот все мы знаем, что город Королев относится к городам лесопарковой зоны, окружающей город Москву. И не надо превращать его, извините меня, в город ущелье. Где вот яркий пример города ущелье, это вот наша улица Ленина, где сейчас построили эти вот высотки. Пройдите туда, посмотрите. Улицу не расширили. Дома стоят высотные, 24-25 пляжей. Парковки подземные не сделали. Дома, смотрите, вот на дне этого ущелья нагромождение машин. Там можно жить? Там нельзя жить. Там детям даже выйти страшно, его одного отпустить невозможно. И вот такой вот город, из нашего лесопаркового города, значит, специально предназначенного для окружения, для создания легких для города Москвы, для столицы, хотят превратить в город ущелье. Мы категорически против. Я, например, самовечная категорически против высотной застройки. Потому что я сейчас приду домой, включу телевизор и мне будут говорить, что, извините меня, базы НАТО стоят возле наших границ. Что в любой момент, извините меня, может начаться все, что угодно. Мы все прекрасно знаем, что это у нас не танковая война, будет, извините меня, ракетная война. И я, например, считаю, что основная задача нашего государства это сбережение населения. А как можно проводить сбережение населения, строя высотки и загоняя туда, извините меня, тысячи людей? Не дай бог, что будет, извините меня, будут тысячи жертв, кто за них будет отвечать. Поэтому я, например, только за строительство, но не выше девятиэтажей. Кстати, по социальным нормам и по, значит, вон Минздраву это самое оптимальное жилье. Тем более, что это раньше у нас было принято по Московской области. Строительство семи, девятиэтажного, значит, так называемых, многоквартирных домов. Потом, значит, вот наши алисархан от строительства, давай вот эти вот 15-этажки, 25-этажки. Действительно, женщина прямо сказала, если у вас загорится выше девятого этажа, вам остается только прыгнуть вниз. Я, например, тоже была осветительница, как люди выпрыгивали вниз, когда угорели высотные дома. Им деваться более, либо ли сгореть, либо выпрыгнуть. Теперь вот, я считаю, почему этот, значит, вот план недоработанный, его нужно склонить на доработку с последующим опять обсуждением. Допустим, вот в Ногинске, там прекрасная, значит, вот зона, ухоженная вдоль реки. Там делают набережные, делают скверы. в Щелково, то же самое, в проект девчонки, там тоже идет благоустройство зоны реки, как зоны отдыха. В Королеве глядьма в ужасном состоянии. В проекте ни слова об этом. Парковые места, тоже ни слова. Где у нас будут парковые скверы? Комитетский лес в ужасном состоянии, ужасно. Приведите его. Теперь у меня, конечно, я понимаю тех, кто живет, значит, в аварийном жилье. Надо что-то решать. Как вот у меня конкретный вопрос. Как вы собираетесь при таком категорическом протесте со стороны города вашего денплана решать переселение жителей аварийного жилья? Как? Вот, значит, вот, изыскать временный жилой фонд, временный жилой фонд, туда переселять этих аварийщиков, сносить их дома, строить там семиэтажки, девятиэтажки и обратно туда их поселять. Аварийного жилья нет у нас. Есть только ветхое. Ну, ветхое, ветхое, извините меня, я не сперва. Я считаю, что так дозначено, ветхое или аварийное жилье. Вот, таким образом, постепенно, и причем делать привязку с учетом исторического уже застройки города, с учетом его истории, делать вот эту вот привязку каждого здания, вот там, где будет снос ветхого аварийного жилья. И враг людей туда переселять. Естественно, вот по тому, что там вот раньше планировалось изъятие значит вот частного сектора жилья, это, конечно, недопустимо. Это настоящий был бы рейдерский захват. Я надеюсь, что это не было бы никак, потому что здесь не открывает вот такой у нас уголовный кодекс. Уголовный кодекс, это самое. И я вот сейчас, как бы все, подвижу к женщине и подвижусь против этого генерального плана. Его нужно дорабатывать, а потом обратно вновь слушать перед всеми жителями города. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Гришин Игорь АПЛОДИСМЕНТЫ Гришин Игорь Здравствуйте, меня зовут Гришин Игорь, я городской блогер, живу на правительстве Толковского 6. Мне 19 лет, и я, говорю сейчас, выступаю исключительно от собственной персоны. Я не хочу обобщать молодежь, потому что недостаточно своей собственной персоной недостаточно развернуться. Максим, я хотел бы обратиться к вам. Вы представились, но вы представились не до конца, вы же глава компании-подрядчика, занимающейся благоустройством в Королеве. Я хочу спросить, вы задали вопрос про ливневки, правильные ливневки в городе нужны. Я так понимаю, осваивать бюджетные средства на их исполнение тоже будете вы. Значит, что касается собственно генерального плана. Во-первых, я вам хотел сказать следующее по поводу эстакады. Эстакада с 50-летия ЛКСН в микрорайон Юбилейный может привести к существенному улучшению жизни граждан, живущих на улице 50-летия ЛКСН. Взамен, предлагая, опять же, любое движение автомобилей с города Юбилейного, с микрорайона Юбилейного в центральную часть Горолева приведет к тому, что у нас просто увеличится количество машин на ближайших улицах к улице Пионерской. Ну, просто когда Пионерка стоит, будут стоять все перелегающие улицы. Что касается этой нережной транспортной проблемы, никаким образом. Что касается альтернативы, альтернативы вполне есть. Это скоростной трамвай, проходящий по пассажирообразующих точкам, а не так, как он предполагается. Вполне возможно организовать автобусное сообщение к остановкам этого скоростного трамвая. В данном месте я предлагаю провести пешеходную тоннель с возможностью проведения спецтехники. То есть это, условно говоря, пожарные, скорые и все такое. Поэтому подземный пешеходный тоннель был бы идеальным вариантом на этой улице. Что касается проспекта Королева. Проспекта Королева, насколько я понимаю, насколько указано в генеральном плане, предполагается к реконструкции. Я призываю и прошу нанести этот протокол провести реконструкцию вплоть же пешеходов. Огромное количество деревьев на бульварной части, огромное количество не стоит как бы трогать, это вполне очевидно, но при этом огромное количество автомобилей, которые стоят на парковке и елочке, вполне можно воспроизвести в параллельную парковку тротуару, что существенно увеличит место на проезжей части. Вполне без реконструкции пунктов. Что касается достройки территории ДСК, Андрей Юрьевич Воробьев сказал, что на этом месте будет парк, в генеральном плане, в соргово-деловая зона. Я считаю, что этот вопрос неоднозначный, предлагаю Олегу Александровичу вынести его на коллекционный совет и обсудить его совместно с жителями, что на этом месте будет уместнее. Я слышал разные точки зрения и я призываю их все аргументировать и высказать на коллекционном совете. Еще я хотел бы затронуть два важных момента. Момент первый. В гениальном плане существует проект застройки территории между улицами Лесная и улицей Толковского. Это те самые двухэтажные домики, которые строили пленные немцы. Эти домики обладают уникальной архитектурой. Один из этих домиков, два, по-моему, из этих домиков. Один выходит на улицу Лесную, другой выходит на улицу Толковского, признанными имеющими памятники, признаны объектами, имеющими памятники культурного наследия. Мне кажется, что этот квартал необходимо капитально отремонтировать, благоустроить. В этом месте вполне возможно, что будут люди, которые не хотят жить в этих домах, могут переехать, поскольку цена в этом квартале соответственно вырастет, они могут переехать в любую, в Легостаево, в Фионерскую 30, куда угодно, куда им будет удобно, а жители, которые не хотят оттуда переехать, жители, которым там удобно, могут там остаться. Это жемчужина нашего города. И я очень рад, что, соответственно, не единомышленников, которые живут, собственно, в квартале и не только в принципе. Короткая ремарка по поводу строительства ветхого жилья, по поводу строительства домов для расселения ветхого жилья и очередников. Вы должны понимать, вы все должны понимать, что Юрий Анатольевич Корпцик не является бароном Мюнхгаузеном. Он не вытащит из себя из города за шкирку из болота. Это вполне можно сделать за счет за те деньги, которые сейчас находятся в федеральном бюджете. Объясню. На данный момент федеральный бюджет общий это 100%. Из них общий бюджет регионов, общий бюджет всех регионов, а значит всех муниципалитетов 17%. Как вы понимаете, за эту сумму ну, понимаете, 80% остается федерально, у федералов 20%, ну, 17% остаются в регионах. За эти деньги, конечно, делать ничего не получится. Ну, просто на это не хватит денег. Необходимо провести налоговую реформу, которая даст муниципалитетам больше денег на осуществление тех проблем, на решение тех проблем, которые, собственно, необходимо решать. Потому что сейчас это расстрелянные должности, безусловно. Поэтому предлагаю, поскольку у нас выборы в Государственную Думу, предлагаю каждого кандидата, который выступает, спрашивать, во-первых, как он относится к генеральному плану. Во-вторых, спрашивать каждого кандидата, какие меры он будет проводить в Государственном Думе для того, чтобы муниципальная власть перестала быть стравбатом. Для того, чтобы у нас федеральная власть передала средства от наших с вами средств, которые мы отдаем налогов, в город, чтобы решать те проблемы, которые у нас скопились. спасибо. Спасибо. Правильную фамилию записал Харшенко Галина Фоминична. Извините, пожалуйста. Готовится Игнатов, Зорин, Максимович, Коваленко, Меньшальников, Сергеева, Чумакова, Ларионова, Суханов. Микрофончик, пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста, в микрофончик. Пожалуйста. Пожалуйста. В новой версии генплана 2016 года присутная транспортная схема повторяется вновь. Это сквозная трасса по улице Сакова-Центе в строительстве стакады через железную дорогу, соединяющую улицу 50-летную сцену в городе Юбилей. Это является выбьющим нарушением закона. И статья 18 Радостроительного кодекса декабря 2004 года гласит, если градостроительный деятель затрапит интересы граждан, то мы имеем право требовать в административном или судебном порядке обмен, решение, замещение, проектирование. Вы прибивайте проектирование и так далее. Таким образом, таким образом, мы жители улицы Сакова-Центе и 55-летний тоже. Прочитав спутник номер 13 от 7 апреля 2016 года возмущены до глубины души. Оказывается, наши многострадальные улицы, ее жители власти четвертый раз. В 99-й год мы развивали, в 2004 год Белоус, в 2011 год Телефон и теперь у нас судят новое страдание. Телефон, между прочим, нам показывал без плана все это, все показывал, что действительно пойдет у нас по этой улице и через канал перетянут в стакану и потом нам дали бумагу, что улицы, то есть на нашей улице идет я-то ее никак не могу найти. Так, так, и судят новое страдание. Мы терпели, когда строили гаражи, мы терпели, терпели, глупый дом, грохонали по ночам со стаусом, а дома 343, 34а, 34b, находясь в углу железной дороги и стаканы под носом, вот уж поистине, где сокращаются квартиры и швы домов отлетают от стен, как за маской и где нет совсем детской площадки, как у нас в 26-й дом. А дом 26 находится в окружении гаражей буквой Г люпитерские, вот они идут и закругляют с 26-го дома, в 6-м подъеме. Здесь же, здесь же проходит теплотрасса, она проходит от нашей проездной дороги 2-3 метра, но нам с 2007 года, я добавлю здесь немножко, с 2007 года, когда проводили теплотрассу, это значит, сколько лет, это отняется, сколько лет, не ставят детскую площадку, обратились к воробьеву, обратились к этому кодку сделаем, мы тогда с вами силами решили построить старое собрали, слава богу, теплотрассу приехала, и теплотрассы заментировали, нет наших, и еще кодку привезли из нашего гуспоиска, сделали так, что это было, скандал, что разрушать и давать, а уже два года существует, и обещали новое, 9 лет нет новой площадки, так, это я просто, это сам, я не ужкалуюсь, мне не спаду, дом, начинка сам, буква 2, здесь же проходит теплотрассы, ко всему этому газовая котельная, привыкающая к торцу 6-го подъезда, нашим 26-го, на расстоянии 20 метров, достроена до 70-х годов, не дай бог, в связи с овадой дом не зайдет с начальника, потому что только раздвиняем от 50 лет, у себя маленькая дорожка совершенно, и вот газовая котельная. Мы, так, теперь, мало того, что газовая котельная постоянно загрязняет воздух, этим воздухом мы дышим просто сухать, потому что выйдем, дышим, 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 дышим. Аккуратно, что в нашей базе не дают покоя. У дороги, которая стояла бараки, маски, и вот эту дорогу внесли в Гентлан, когда, в Гентлан, так, только подъезды забыли вывезти на другую сторону. Уж больно хочется из этой улочки сделать автодорогу, по которой должны будут проходить большегрузные машины, еще Муразенко об этом говорил. А знаете ли вы, да отлично знаете, что от пельца подъезда до узкого центра наших домов от 3 до 6 метров, а через дорогу детская площадка разрушена, которая не обустроена в Суму. Значит, мы жители этих домов, старики, саду, дети, матери с коляски, будем падать, выходя из подъезда, прямо по колесу идущих транспортов. И на этой улице находятся две школы, прям 16 и 17. Прошу вас внести в таком публичном случае в нашем несогласии оплатить Гентлан в его нынешнем виде и начать разработку нового Гентлана в интересах жителей. Не хотелось бы, чтобы у нас у народа укрепили мнение о том, что местные органы власти строят свою деятельность на основе личных интересов, а не в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения. Спасибо. Ларионова, Козыренкова, Кочерва, Артемов, Маякова, Балакева, Балакева, Ласьков, Тамаровская, Ивашиев. Спасибо. Есть у нас в зале? Есть. Пожалуйста, представляйтесь. Ивана Владимировна, надо, да, сырой план, да, есть недочет, да, надо вносить корректировки, но в целом надо принимать план, должен быть порядок и надо следовать этому порядку. В целом, в принципе, ничего не есть. Понимаете, многие, многие, которые преследуют преследуют только свои личные интересы. Я послушала выступления многих свои личные интересы. Давайте думать о городе в целом, давайте думать о наших детях, которые скоро будут, потому что нет, где будет учиться, и детские сады не получают, дети будут дергаться. Давайте не будем строить, давайте оставим его нарушение, которые поддерживают поддержку, а личные интересы это неправильно. Где раз думают, а где плач? Да, в корректировке, но и в нас принимают. Варианты без ген-2? Да! Спасибо. Деточка, в пятую будете за. В пятую будете за. Которого Ева Николаевна, проживая в этом городе, отеца молодежи, как-то вам сказать, САК-2012, паспортные данные нужны, серия номер про физку показать вам? Не нужно? Спасибо. Я записалась, не переживайте, мы фамилию сказали. Я считаю, да, шустро, я считаю, что ген-план необходимо принять с доработками, согласна, но его необходимо принять. Нам, молодежи, нужно развиваться и жить в этом городе нормально, а не так, как сейчас это происходит. Спасибо. Спасибо. Шестером, шестером будете за. Представьте, Здравствуйте. Иванович Павлович Павлович, чуть погромче, пожалуйста. Иванович Павлович, у вас перебивайся, я хотел бы от них внимать. Одну секунду, уважаемые участники публичных слушаний, мнения имеются разные, поэтому давайте всех внимательно послушаем. Никого, никто не перебивал. Есть как и положительные, так и отрицательные мнения. Поэтому давайте уважать друг друга. Крайне неуважительно просто перебивать и кричать. Крайне неуважительно. Вы все с высшими образованием. Я на правах председателя комиссии, вам делаю тоже замечание. Сам перебивал, ничего было. Можно? Я не перебиваю, я соблюдаю регламент. Можно? Значит, хотелось бы обратить внимание молодежи, что здесь вообще никто не говорил о том, что давайте запретим герпланы. Речь идет о будущем города на 20 лет. Поэтому, значит, постановка какая? Единственная постановка это давайте этим будущим заниматься ответственно. Давайте не пытаться вписаться в какие-то там чьи-то сроки, чьи-то графики, а сделать то, что действительно на 20 лет. Чтобы эта молодежь потом через два года не выскакивала здесь на какие-то другие мероприятия и не говорила ах, а вот что же мы там почему мы так не сделали. Надо об этом сейчас тщательно эти вопросы проработать, принять действительно серьезный продукт и с этим продуктом жить эти 20 лет. Вот, значит, при этом, значит, вот первый момент, который я хотел отметить, это, к сожалению, мы, значит, уже на третьем, на третьих слушаниях убедились, что проект, который нам представили, пока он сырой. В таком виде его нельзя принимать категорически. Такой вариант генплана по-хорошему нельзя было бы принимать, нельзя принимать за основу. Все там, все присутствовали там на каких-то мероприятиях, на каких-то конференциях, там, встречах, все знают, как делается, там, принимается решение. Сначала голосуются за основу. Вот то, что мы имеем, это еще не основа, к сожалению. Но, однако же, значит, по-хорошему, большинство поднимаемых здесь проблем и претензий. Просто, их просто не должно было бы быть, их надо было снимать на этапе разработки концепции. То есть, сейчас к нам у нас выставлен готовый уже продукт, обсуждать надо было не продукт, обсуждать надо было концепцию. Обсуждать надо было тогда, тогда большинство проблем снялось бы там. А сейчас бы мы обсуждали уже действительно то, что можно было бы принять за основу. Теперь следующее. Да, по поводу концепции, этого не требует закона, но никто этого и не запрещает, когда мы получили грамотный продукт. Но даже сейчас у нас намечены два перспективных направления. По уходу работы это обсуждение на специальном сайте в диалоге со специалистами и проработка узких тем комиссии координационного совета с участием гендендеров. То есть вот намечены какие-то направления, по которым можно, то есть отклонив этот генплан, я категорически против такого варианта, но отклонив этот генплан, уже намечены варианты, как можно доводить его с учетом высказанного на генплане до того варианта, с которым действительно можно работать, который будет иметь какое-то отношение к нашей перспективе нормальной. Еще один момент. Генплан это закон. У меня возникает простой вопрос. А почему нам не предъявили тот закон, который мы сейчас обновляем? То есть мы же сейчас не первыми придумали такое понятие генплан. в городе существовал генплан и там было много чего интересного. Например, на проспекте Королева в составе МЖК-2 был утвержден культурно-спортивный центр микрорайона. Я в свое время ходил и согласовал этот проект со службами города. А теперь там вместо культурно-спортивного центра стоит статус и вот тот дом где был большой станции скандал где настучали по голове этим хозяевам генплан в городе. Вот тот где меня почему он не выступает у нас как основа тот генплан куда он делся и с другой стороны вот не постигнет ли судьба того что мы сейчас создаем вот печальная судьба того предыдущего нашего генплана. И еще один момент это вот относится к тому что частично относится к тому что говорили молодежь у нас к сожалению к сожалению у нас в городе ведется огромное жилищное строительство ведется огромное уже много застроено и предприятиями но к сожалению вот такой подход к строительству он никак не снял остроты проблем ни для очередников ни для молодых специалистов и идти этой дорожкой похоже что вот это у нас какой-то тупик строительство идет а развития не наблюдается один из вариантов здесь это может быть отказаться вообще от коммерческой застройки у нас в свое время город устроился университет 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 и кооперативное развитие мне кажется имеет смысл подумать о том чтобы вообще отказаться от коммерческих застройщиков и вернуться это не коммерческий это не коммерческий это не коммерческий другое дело и вот еще один момент к сожалению мы сейчас присутствуем при если в свое время королевое был развед то вот сейчас получилось так что по итогам перестройки сейчас мы к сожалению присутствуем при закате космонавтики близком к огоньу предприятия брошены государством и стагнируют и сейчас идут совершенно драматические массовые сокращения квалифицированные специалисты бегут за заработками в Москву а у нас пока это продолжает служить некой мантры для оправдания развития строительства вот я хотел бы ближе к делу ближе к делу значит мне кажется что сейчас может быть это чуть-чуть не в сторону но требуется и молодежи серьезно браться за спасение отрасли и как-то все вместе искать пути восстановления чести и славы города вот об этом надо не забывать спасибо я возьму буквально 5 секунд я вот к вам обращаюсь с просьбой я обращаюсь к вам с просьбой мы два мероприятия в одно не сможем совместить на первых публичных слушаний вам свободно предоставили фойе зала поэтому я сейчас обращусь к руководству нашего театра юного зрителя вам будет фойе для организации белого движения предоставлено здесь хоть до утра пожалуйста присядьте на свое место мы два мероприятия совмещать не будем организацию белого движения и публичные слушания присядьте пожалуйста на место вы пока не присядете на место и не прекратите здесь те движения которые вы осуществляете публичные слушания будут установлены или вы будете удалены из зала у нас идут не шуметь у нас идут публичные слушания И здесь порядок будет соблюдаться. Присядьте на место. Я помогал на первых слушаниях, помогаю сейчас. Организация «Белого движения» будет в фойе театра по окончании публичных слушаний. Все могут к вам подойти и записаться. Присаживайтесь на место. Причем здесь, пожалуйста, не ясно, если никак не обозначено. Пожалуйста, представьте. Юбилейная личность улица Глинкина. Я согласна, что генеральный план требует доработок, но его необходимо принимать. Да, для решения актуальных задач в настоящее время. Например, ликвидация верхнего жилого фонда для создания достойного облика города Королёв. Спасибо. Я за генплан. Спасибо. Пожалуйста, представьте. Александр Григорьевич. Я ведь не пошутил. Я сейчас правда органы правопорядка попрошу вас выжать. Давайте расширить. Я сказал, присядьте на место. У нас запрещена политическая деятельность. Я попрошу вывести из зала вот эту женщину, сотрудника правоохранительного органа. Я три раза предупредил. Я попрошу вывести из зала правоохранительные органы. У нас не политические митинги здесь. Я попросил правоохранительные органы исполнить свои обязанности. Пожалуйста. Мы ждем. Что она так вот делает? А вот давайте. Спасибо. Продолжаем слушать. Нет, это дискредитивный. Пожалуйста. Надо никого не чашли. Пожалуйста. Пожалуйста, говорите. Я хочу подчеркнуть, что без генерального плана развитие города тормозится. Решение принимается значительно сложнее. И это уже длится не один десяток лет. Значит, надо, наверное, все-таки, я считаю, принимать генплан в том состоянии, в какой он подготовлен, с корректировками. Значит, то, что сделано генпланом, есть много положительного. И этого отрицать нельзя. Я надеюсь, что те предложения, а именно жилищное строительство, взято под контроль. То, что было жилищное строительство отдельными домами, это значительно усложняло работу служб города. Коммунальных служб, дорожных служб. Сейчас разработан план, где эта практика исключена. Значит, дальнейшее развитие города. И я думаю, администрация поддерживает, в основном поддерживает население. Ну, в рамках, конечно, возможного. И нельзя говорить, что не все делается для населения. Много бывает, но мало и делается. Много. Закругляйте. В общем, я считаю, что генплан в том состоянии, который он разработан, он проработан достаточно качественно, грамотно. И грамотно, грамотно. Я вам много задаю. Что будет значительно пионер? Все замечали, пожалуйста. Все замечали, которые... Успокойтесь, пожалуйста, и послушайте выступающие. Генплану. Я думаю, администрация в какой-то степени учтет. И не враг же населения. Администрация, она доказала это своей деятельностью. Деятельность. Это заметно. Дороги. Дороги. Транспорт. Гражданский транспорт. Гражданские автобусы. Да. Я не знаю это. Я вижу по факту. Я вижу по факту. И транспорт работает довольно качественно. Дороги. Сколько раз делали дороги, никогда такого качества не было. Невозможно сделать это все одновременно. Времени прошло достаточно мало. Немного времени прошло. А результаты уже видны. И не только дороги центральные, но и даже второстепенные. Спасибо. Добрый вечер. Козыренкова Нина Васильевна. В городе проживаю с 77-го года. Город вырастил меня как специалиста. В этом городе сейчас живет и развивается моя внучка. Я за развитие нашего города. Я им горжусь. Я за развитие инфраструктуры в нашем городе. Я поддерживаю генеральный план с его доработками. Однозначно. Уважаю мнение каждого из вас. И высказываю свое личное мнение. Я за то, чтобы наш город развивался. За то, чтобы здесь росли. Наши внуки. Пройдет еще немного времени. И здесь будет расти моя правнучка. Поэтому я за школы, за развитие. Спасибо. Добрый вечер. Представляете. Артемов Сергей Сергеевич. Королева 28. Генплан необходим этому городу? Да. Это мое мнение. Это моя позиция. Последний, насколько я знаю. Я был на всех слушаниях до этого. Был принят 40 лет назад. Реконструкция городу необходима. У тебя не было еще. Какая цель. Спасибо. Мое мнение. Спасибо. Позвольте, вот женщина. А я записываю. Она тоже. И ей позволю. Я живу в жизни в возрасте. Да. Палателева Татьяна Ивановна. Я живу в городе Королеве. На проспекте Королева. Здесь живут мои родители, дети, внуки. Я за принятие генерального плана. Потому что я хочу, чтобы мой город развивался, чтобы город процветал, чтобы строились новые спортивные сооружения, чтобы внуки мои и молодое поколение росло здоровым. Я за принятие генерального плана. Спасибо. Прошу внимания. Можно потише? Добрый вечер. Наши предприятия. Меня зовут Рима Викторович. Говорит. Я проживаю на улице 50 лет в ЛКСМ в доме 5, дробь 16. Поэтому я сейчас хочу сказать несколько слов от имени жителей этого дома по поводу предполагаемого строительства путепровода в город Юбилейный, который пройдет через улицу, по улице 50 лет в ЛКСМ, проспект Королева и дальше на Первомайскую улицу. Я от имени жителей, большинства жителей этого дома хочу сказать, что мы все категорически против этого путепровода. И очень просим исключить из генерального плана вот эту проблему, которую вы создаете специально для жителей этого микрорайона. В двух словах я хочу сказать, это не решить проблемы транспорта, а это только ухудшит положение жителей этой улицы непосредственная. И смотреть нужно сейчас, рассматривать эту проблему нужно не с точки зрения транспорта, а с точки зрения экологии. Никто практически не затрагивает этот вопрос, а вопрос этот очень серьезный. Я хочу вам привести данные очень интересные. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Они были опубликованы в 1994 году экологической комиссией, комитетом нашего города. В то время это был город Калининград. Как известно, транспорт является носителем, он самый мощный загрязнитель окружающей среды, воздуха, которым мы дышим. Так вот, в 1993 году было зарегистрировано 6000 тонн отравляющих веществ, которые были обнаружены в воздухе нашего города. Только теми машинами, которые курсировали по улицам города. Но я хочу сказать, в то время, в 1993 году было всего 17000 зарегистрировано машин. Сейчас я не ошибусь, если скажу, что количество машин на порядок больше. То есть не 17000, а 170. Поэтому решайте, сколько сейчас возможно в нашем окружающей среде, в воздухе, находится отравляющих веществ. Прежде всего, это свинец первого класса опасности, углерод и в общем много всевозможных разных отравляющих веществ. Что я хочу сказать. Поэтому сейчас проспект Королёвая, улица 50 лет в ЛКСН, находится в очень тяжёлом экологическом положении. Она, во-первых, загрушена транспортом предельно с тех пор, как открыли волшебскую эстакаду. Поэтому открытие новой эстакады категорически возражаем. Отражаем. Правильно. Если это будет осуществлено, считается это преступление против жителей этого района. Потому что практически проблема транспорта не решится. Она только ещё больше усугубится. А жизненный уровень ухудшится население. Вот поэтому я хотела обратить ваше внимание на тех, кто планирует эту брать. Это не категорически. Все против. Против этой эстакады. Пожалуйста, подумайте, где вам нужна работа. Следующие вопросы мои предложения. Сейчас я не буду подождать, чтобы не загружать ваше внимание. Я передам сюда. Пожалуйста, обратите внимание. Спасибо. Ещё есть преступление? Добрый вечер. И уже доброй ночи. Меня зовут Коваленко Алексей Анатольевич. Я не могу. У меня в прошлом году произошла небольшая такая кончастье. Бабушка попала в больницу. И меня этот вопрос интересует больше всего. В первой городской больнице я на три дня лежал в коридоре. Я считаю, что генплан нужно принимать в связи с тем, что развитие подразумевает даже больниц нашего города, детских садов и школ. Это меня тоже вопрос интересует, так как я являюсь отцом двух детей. Я за генплан. Спасибо. Здравствуйте, дорогие участники, которые учатся в слушаниях. Сегодня третье слушание, те-те слушания, которые проходят в нашем городе по проекту. Не по генеральному плану, а по проекту генерального плана. Что это, чем отличается генеральный план от проекта, а тем, что при публичных слушаниях, учитываются все замечания, рекомендации, отрицания, пожелания в проект. Для того, чтобы генеральный план утвердить именно, учтя все перечисленные мною, значит, то, что от жителей происходит в адрес, в адрес именно проекта генерального плана. Генеральный план, он защищает, защищает каждого жителя нашего города. Потому что он проистекает из Конституции Российской Федерации, раз, со статьи 3. Конституции Российской Федерации, статья 131-133, из закона о принципах организации самоуправления, 131 закон. Затем, 190 закон, градостроительный кодекс и 191 федеральный закон, введение в действие градостроительного кодекса. 131-й статье, в законе 28-й статье и в градостроительном кодексе 24-й статье определены порядок проведения публичных слушаний. Значит, не хочу дальше законами обременять ваше внимание, хочу сказать следующее. То есть, в третьем моем выступлении, я вот слушаю всех, слушаю, и пришел, знаете, к какому заключению? Заключение. Каждый защищает свои частно-собческие интересы. Но вы поймите одно, во все времена было и останется следующее. Для того, чтобы защитить частное, надо знать общее. Генеральный план, он подразумевает территориальное планирование и градостроительную деятельность в составе зонирования земельных участков и территорий, которые находятся на территории города Королева. Это не говорится четко и однозначно, что будет снесен этот частный дом, что эта многоэтажка здесь построена будет. Никто ни у кого ничего не хочет украсть, выкрасть, выкрасть и разрушить, разрушить. И что-то, как кому хочется построить. Обращаю пристально ваше внимание на следующее. Все говорят о чем-то, то, что было, да. Но результатом то, что стало, является то, каким образом поступали с нами предыдущие администрации. Кто нами командовал? 3М. Помните, да, ММС? Морозенко раз, Минаков два, Месоедов три. 3М. И вот мы докатились. Обращаю ваше внимание на следующее, на следующее, что настоящая администрация, настоящая администрация с 2015 года лишена права выдавать разрешение на строительство. Разрешение на строительство выдает градостроительный совет Московской области. И поэтому те разрешения, в части, как Даниленко сказал, осуществляются в части 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров, они выдали градостроительным советом Московской области, а не настоящей администрации. Вот. Таким вот образом. Далее. Обращали внимание, значит, вот наш город Наукоград. И Игорь выступал. Вы знаете, из бюджета. Да знаешь, Игорек, да у нас-то бюджет датационный. Потому что налоговый кодекс с бюджетным кодексом не надо складывать в кучу. Котлеты-то отдельно, мухи отдельно. Присядьте, Александра Ивановна. Или слушайте. Вот. Это касается также генплана. Давайте строить муниципальное жилье, муниципальное жилье, тратя на это бюджетные деньги. В бюджете такой статьи расходов нету и не существует. Можно построить только маневренный фонд. Маневренный фонд, да. Это предусмотрено жилищным кодексом. Да, про генпланы мы говорим. Вы же думаете, одно с другим связано. Поэтому, если мы не будем увеличивать количество рабочих мест на градообразующих предприятиях, а там должно работающих быть не менее 19 тысяч человек, в настоящий момент там работают уже 16,8. Значит, Российской Федерации, значит, наш Наукоград может быть лишен такого права. Вот до чего можно закатиться, не приняв генеральный план. И не дав разрешения на строительство той же РКК «Энергия», к тому же тактическим ракетным вооружением. Моё, 10 минут сказали каждому, 10. Значит, я не перехожу никогда регламент. Поэтому, поэтому, значит... Говорите по существу. По существу говорю следующее. Значит, генеральный план нужен, он, значит, необходим. Мы все в 2014 году голосовали за данную администрацию. Мы ей доверяем. Кто не голосовал, тот остался, оказывается, согласно закону об избирательной деятельности в меньшинстве. То есть, получается, здесь меньшинство, которое против, да? А где большинство? А большинство, значит, Волча соглашается со всем тем, что делает администрация. Я в целом за генеральный план. Но в процессе обсуждения в апреле и в мае месяце внести замечания и изменения в проект генерального плана. В проект генерального плана. Ну, а глава города по проведенным публичным слушаниям, значит, создаст постановление, значит, и в генеральный план или будет утвержден, или не будет. Это он примет решение, как глава города, за которого мы голосовали и выбирали его, и выбрали. И 14 сентября 2014 года. Спасибо за внимание. Здравствуйте, добрый вечер. Меня хорошо слышно? Представьтесь, пожалуйста. Капаева Елизия Владимировна, председатель Совета Дома 10Г 2012-2013 года. В настоящее время заместитель председателя Совета Дома. Какая улица? Улица 50 лет в ЛКСМ, дом 10Г. Это башни МЖК, которые стоят у Ростелекома, у Телекомного узла. Как раз наш дом, мимо нашего дома, будет проходить, если это, конечно, случится такое несчастье, та эстакада, которая соединит город Королев и микрорайон юбилейный. Что хочу сказать? Что особенно это адресуется молодежь. Те субботники, которые организовывают престарелые люди, как я, агитируя молодежь посадить лишнее дерево вашим детям, лишний цветок, который радует ваших детей. Молодежь на субботники не ходит. Ваши дети будут жить под этой эстакадой, где теперь не будет тех деревьев, сирени и цветов, которые сажали престарелые люди для ваших детей и для наших внуков. Если вот такой проект не будет доработан и будет принят. Мы собрали сейчас за три дня, узнав такую беду, которая грядет всей нашей улице и всем нашим домам. Пока сейчас 400 подписей. Но работа эта продолжается, потому что это очень неграмотное решение. На узкой улице, где есть маленькое пространство, чтобы посадить несколько деревьев, чтобы вдохнуть и порадоваться цветку, вдохнуть кислород, как вечером идут по нашему саду люди и радуются, и говорят спасибо совету Дома 10Г, который так любит свою родину. Так вот молодежи я посоветую любить свою родину, а не принимать такие решения, которые навредят не только вам и не только нам, но прежде всего вашим детям и нашим внукам. Поэтому очень даже советую сначала хорошо думать, а потом грамотно принимать решения и следующим этапом их реализовывать. И не надо вот так вот, едино, все под шумочек, и мы все проголосовали. Надо жить разумно, надо думать разумно и делать разумно. Поэтому, как аудитор, хочу сказать, естественно, законы грамотные нам нужны. Естественно, планы работ, как в любом проекте грамотном, нам нужны. Но они, эти планы, должны быть выверенные, четкие, грамотные и действительно социально ориентированные. А какая социальная ориентированность, когда у нас последний кусок земли, где мы три года сажаем для ваших внуков и детей вот ту красоту и делаем и приводим в порядок территорию, а вы так дружно голосуете. Так вот мы любим свой город, и я здесь родилась. И я свой дом благоустраивала. И у меня висит гимн России, флаг России и герб России. И мои дети в нашем доме знают и гимн России, и как выглядит Владимир Путин. Так вот, пожалуйста, начинайте с этого и с себя, а не просто под шумок за что-то проголосовать. Поэтому я за то, чтобы откорректировать проект плана города, грамотно откорректировать. И чтобы архитекторы поработали, экономисты поработали, администрация поработала. Хочу сказать честно, с приходом новой администрации наш двор очень изменился в хорошую сторону. Почему я сейчас за него и борюсь? Чтобы сохранить, у нас есть и детская площадка, благодаря нашей управляющей компании «Жилсервис», Дробышеву Сергею Сергеевичу, который очень много нам помогает благоустроить территорию между нашими домами. Но, когда мы узнали, что вот это все будет под моими окнами ехать, аварии на Светофоре, проспекта Королевой, 50 лет, в ЛКСН, где стоит мой дом, за ночь по 5-6 штук. Машины гудят, мотоциклы гудят. Вот эти вот установки, которые шумные, как это, мотоциклисты, рокеры, жить невозможно. И если еще поднимется магистраль, вот эта линия, да, она же будет не на уровне первого этажа. Это же будет поднять и идти через железную дорогу в город Юбилейный. Поэтому категорически против. И здесь, в собранных заявлениях, и в нашем категорически против, мы говорим о том, что вы доработаете нормальные уже существующие путевопроводы. Распределите грамотно, на самом деле действительно парковки и стоянки, сделайте их. Но сделайте грамотно. Мой гараж в кооперативе сплав. Раньше не разрешалось такое количество машин, которые сейчас под окнами у нас прогревают двигатели, моют свои машины. Все гаражи были на обочине. Парковочные места сделайте, пожалуйста, грамотно. Мы задыхаемся от этих стоянок, которые у нас под окнами. Еще и сколько? Не один путепровод. Это же не один путепровод собирается сделать, который вот так будет загружать авариями, охладными газами наш город и наши узкие улицы. Поэтому, если сказать в общем, естественно, любому городу, любой стране, любому предприятию, грамотно развивающимся, нужен план работы. И нам нужен проект, план нашего города. Но, если мы сейчас находимся на этапе доработки проектов, доработки, поэтому сейчас мы будем заниматься и просим администрацию доработать проект. А потом перейдем уже с доработками со всеми к утверждению плана. Это уже следующий этап. И не надо купить одно, другим. Давайте четко отделять, ну как ответ. Поэтому заявление такое мы передаем в администрацию города Королева. Аналогичное заявление с подлинниками подписи, мышлым президенту. И на прямой горячей линии с президентом мы это тоже будем обсуждать. Но хочу спасибо сказать за полезные дела, которые уже делались и делаются в нашем городе современной администрацией. И мы очень надеемся, что они нас сейчас услышат. И такие неграмотные решения, как посреди города, где узкие улицы, проводить такие путепроводы под окнами жилыми, я так думаю, что это не случится. Спасибо вам большое. Еще по поводу высоких домов. В нашем доме было 5 пожаров. Один из пожаров, 14 этаж. И когда приехала к нам пожарная служба, пожарная вот эта МЧС, да, пожарная, пожарная, как называется, пожарная тушение. Они сказали, вертолетов нет в нашем городе на балансе, на службе. И машин, которые достают с лестницы до 16-го вашего, 14-го же нет. Квартира выгорела, соседние квартиры начали гореть, я на 16-го горела, 14-е. Мы все были в копоте. Поэтому относительно многоэтажного строительства женщина права. Не спасут вертолетов нет, машин с лестницами нет. Подумайте, пожалуйста, об этом. Испоминайте Сити, которая горела. А мы здесь живем, а там еще никто не жил, когда начало гореть. Спасибо. Еще выступающий есть? Пожалуйста. Представляйтесь, пожалуйста. Моя фамилия Жданова Валентина Яковлевна, я живу на горке. Там когда-то было дачное место. Сейчас стали его разорять. Там был детский садик от Министерства Угримаша. Его, сказали, в территории продали, в каком-то чашнике настроили дома. В общем, это частный садик. Конечно, я против, садик, я против этого генерального плана. Хотя бы потому, что... Ну, например, где я могла вообще узнать о том, что он вообще существует, обсуждается? У меня нет интернета. На меня наплевать. Я гражданка или кто вообще? Какой-то этот спутник. Я о нем не знала, не понимала, понятия не имею. Кто меня спросил? Кто мне сказал? Кто этот спутник? Господин, значит, глава администрации, второй раз превысил свои полномочия, которые здесь вот начали выступать против госпожи Ревизжала. Здесь никакой политической деятельности не проводила. Деятельность, которую она проводила, сугубо граждалась. А первоначально, которую он нарушил свои, превысил свои права, когда мы в Гомши собрались для того, чтобы обсудить генеральный план, а он нас, а он прокатил, он... Это мероприятие было сорвано администрацией, а не кем-либо другим. Меня не упустили минуты. Я хочу маком, что-то... Голосовать за вас. Пожалуйста, старайтесь. Меня зовут Яичина Алена, Боркова, дом 63. Ну, во-первых, я вроде как из молодежи, я против генплана. Я думаю, что у меня вопрос. А зачем вы спрашиваете? Ну, так, давайте это... Уборка у меня дальше, как бы самовыразжение там. И знаете, вот люди, которые... Основная комменчивая, которые за генплан, они говорят, что развитие. Однако какое-нибудь странное у вас понятие развитие. Развитие – это значит застроить все, чтобы вообще, да, подсадить им уже кусочек, чтобы ни одного дерева не осталось. Кроме того, если вы говорите, что... Многие молодые люди говорят, что им некуда водить детей. Вот они хотят их в сальки, в школы водить. То есть, что нам предлагается? Вот в Борково, да, еще построить. Что нам предлагается? Они хотят построить еще кучу многоэтажек, при том, что у нас уже не хватает школы-садов. И потом как-то вот, наверное, они снова скажут, что не хватает, да? И что тогда дальше мы будем делать? Они скажут, что опять нет садов и школы. Наверное, я думаю, хватало садов. Это было начать с того, что не стоит на каждом шагу строить многоэтажку. Вы не будете вместе со мной говорить. Кроме того, администрация говорит, что она ничего не застраивала, все это было сделано еще до нее. Так вот, я могу сказать, что театральный парк, который строится рядом с деревней Борково, он начал строиться именно, когда пришла вот эта вот наша новая администрация. И товарищ Кобсик, он лично присутствовал на собрании у нас в деревне. Он говорил, что он все проверит, все посмотрит, какие вот разрешения, насколько они были оправданы и правильны. Ну, я не знаю, что он посмотрел, но, собственно, стройка идет, а все это незаконно. Я против генплана. Это просто нечто, что они нам предлагают. И еще один момент я хочу сказать, обратить на него внимание. они говорят сейчас доработки, могут доработки. Они могут делать эти доработки, но потом должны проводиться новые слушания, и по новой будет обсуждаться новый генплан. А не так, что сейчас, а не какие-то там доработки, и скажут, принимайте. Правильно. Молодец. Спасибо. Он построил. Вообще жизнь. Гляньте, что в улице Победы, Дома Лошадян. Я хотела бы задать вопрос в плане того, что вот насчет, говорят, больницы. Да, больницы нужны. Если взять территории наших больниц, первый, второй, они достаточно огромные. Огромные. Пожалуйста, стройте. Люди прекрасно знают, где находятся первая и вторая поликлиника и больницы. Что значит реконструкция? Вот в генплане реконструкция. Что значит реконструкция? Просто сделать какой-то ремонт или что-то непонятно подстроить? Как это так обговаривается? Непонятно, как обговаривается. Детские сады. Хорошо, нужны детские сады. Замечательно. Но их нельзя же построить где-нибудь, когда-нибудь, куда-нибудь. Я же не должна родить ребенка и отвезти его хрен знает куда. Потому что у нас сейчас на данном деле и есть. Дают детские сады в совершенно другом районе, где ты живешь. Значит, надо какие-то другие выходы находить. Непонятно, все равно. Потом, мне интересно знать вопрос насчет дороги, которая идет на Загорянку. Говорили, что якобы как на улице Нахимова параллельно какое-то делось якобы как дополнительную дорогу дублер на Загорянку. Что значит дублер? Там обыкновенные две машины не разъедутся. Ни тротуара, ничего нет. Что значит дублер? Как можно по этому территории пустить еще одну какую-то дополнительную дорогу? По гражданству? Почему нужно принимать какие-то генпланы, которые, допустим, против генпланы? Надо дорабатывать и разрабатывать то, что у нас через шопу сделано. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Да, это просто действительно эмоции. Люди задолбили нас, просто заколотили высотными домами. Машине толком ни в город, ни в выход, ни проехать. Это какая-то полная ерунда. И еще дальше строить. Скажите мне, пожалуйста, за то строительство, которое построено, что до сих пор очень никаким макаром не продвигалось? Муниципалка, правда. Тогда зачем они строились эти дома? Ясно, зачем? А почему тогда интересно, раньше даже не спрашивали, не вспоминали. Если вы хотите нас слушать, то хорошо слушайте. Буховина, да, действительно, правильно, вот эти дома настроены, они все равно не заселены. отбирайте их, сдавайте учредника. Спасибо. Еще есть выступающие? Пожалуйста. Прошу внимания. Товарищи, я родилась и прожила всю жизнь в этом городе. И мои родители, и мои братья, и мы все работали на градостроительном предприятии, так, градообразующем. был прекрасный, дружный город, замечательный, закрытый, интеллигентный. Во что он превратился сейчас, вы сами видите, понимаете, да? Я по поводу как раз эстакады вот хочу сказать. Я живу там, значит, получила квартиру и проживаю там 20 лет, с 90-го года, 1990-го года. Сначала мучила близко, все были аллергики. Это подстатировала больница. Сейчас все гипертоники, ну, кто еще там, какие еще заболевания? Шум постоянный. Постоянный. Английские ученые доказали, что даже если ты стоишь и не слушаешь шум, он действует на психику. Это факт. Это факт доказанный. Ну, вот, поэтому дышать нечем. Пройдитесь и спросите у женщин, у которых однокомнатные и двухкомнатные в китайской стене. Все окна выходят на дорогу. Спрятаться негде. У кого трехкомнатные, они еще могут как-то уйти на ту сторону. во двор выходят окна. А здесь некуда спрятаться. Некуда абсолютно. Нет путепровода. Это все за выживание. Нет путепровода. 50 лет. На посуде вот такой слой грязи, который не смывается. Не смывается. Так что мы категорически жители нашего дома 5 дробь 16 категорически против. Спасибо. Глобус построили. Где построили? Мы мучили. Пожалуйста, представьте. Маргарита Октябрьский бульвар Баран 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 Так как все говорят, что это невозможно, невыносимо в торце нашего дома точно так же открыта стройка, которая стоит уже, мужчина сегодня здесь говорил о ней. Открыто напротив построили уже трехэтажный комплекс. И в районе ДСК собираются строиться еще там строительные магазины, говорят, 10 домов 17-этажных. Но это просто невозможно. В 2013 году стартовала губернаторская программа Андрея Воробьева по облагораживанию городов. Облагородил, да. И чтобы строились парки в Подмосковье как комплексный проект обустройства зон отдыха жителей города. Вот хочется, чтобы там была именно парковая зона, чтобы дети могли кататься на роликах, кататься на велосипедах, отдыхать. Мамочки могли выйти с колясками, посмотреть, погулять, подышать свежим воздухом. А так как будет строиться куча огромных домов, там навряд не будет чем дышать. И если будет эстакада, дублеж сахайванцетти, все это будет ехать в сторону опять-таки же нашей улицы, Октябрьского бульвара, к выезду к глобусу. Хочется озеленения зеленого города. Вот он был зеленым, так пусть он зеленым остается. Сажайте деревья, но не строите дома. Домов полно. Спасибо. Я хочу про озеленение сказать. Когда я въехала в этот дом, дом был, он тоже второй раз выступал. Так правильно. Забылись чуть-чуть, простите. Мы сейчас быстро. Дом был, там был тупик, столько было зелени, люди вокруг гуляли с колясочками, со всеми. Сейчас, кроме пятой школы, деваться некуда, мамочка. Некуда. Ну, про совак там про осечку это вообще мы молчим. Ну вот. А сейчас ни одного дерева, сколько срубили деревьев. По плану было там сколько-то двадцать, спилили все. Около последней, значит, этой самой книжки был столетний дуб. Все жители просили, он столетний был, прекрасный дуб. Ночью втихаря спилили и бросили значит, там на территории в угол. Вот такое отношение инвесторов. А по поводу засетеления с инвестором надо больше процентов просить квартир для города, чтобы не строить дома. Спасибо. Все, выступление закончено. Мы с вами вышли немножко за регламент. традиционно я отвечу на те вопросы, которые вы задавали. Нужны ответы? Но я на какие-то вопросы буду повторяться.